Христос сказал нам о том, что путь, который идет в Царство Небесное, он узкий, и немногие его находят. И вот сегодня нас интересует всех верующих, многие неверующие спрашивают, как это в наше такое время, называют атомный, неспокойный век, при таком обилии информации, когда все уже известно, нигде Бога не нашли. И вот вы, вот мы лично мне говорили, впервые встретили верующего человека. Ну я когда свидетельствую о Боге, и иной раз подчеркиваю, не называя ни имени, ни фамилии, лично вот вас, что такой у нас есть человек был, преподаватель в университете, и несмотря на это человек верующий, и сейчас вот он по милости Божией трудится на Ниве Божией, как пастырь в Церкви Христовой. И вот мне бы хотелось оставить это для памяти, ваше свидетельство, как вы познали Господа и нашли этот узкий путь, и как вы решились все-таки вступить на Него, и знаете ли, что теперь в вашем звании, какие беды вас ждут. И вторично, как вы решились, не побоялись на Него вступить, зная, что горе тем, которые будут беременны и питать сосами, то есть проповедникам и воспитывающим пришедшие души. Вот расскажите о себе, пожалуйста. Я родился в 1964 году в благочестивой ненамитской семье. Родители мои ненамиты, деды, прадеды и прапрадеды на 400 лет тому назад. Такое же воспитание получала я в своей семье. То есть еще я был в отшреве матери, когда она уже молилась о том, чтобы я был посвящен Богу, и чтобы вся моя жизнь была только во славу Божию. Уже с этого времени она не молилась о том, чтобы я был здоровый, сильный, еще что, а чтобы родился для Бога и для Его Царствия. Так же начались первые дни моей жизни, когда родился. Колыбельными песнями были песни о Христе, ненамитские, естественно. С этого времени приучали уже руки складывать для молитвы. Слово Божие всегда было в нашем доме и всегда читалось, каждый день. Не было ни одного дня, чтобы не было домашнего богослужения. Оно проходило так. Вечером собирается вся семья, читается священное писание и совершается общая молитва. Нас, конечно, учили детским таким молитвам, все это было на немецком языке, и этими молитвами мы в детстве молились. Каждое воскресенье у нас дома в семье была воскресная школа домашняя. Учителем была мама, учениками были мы два брата. Где-то уже еще до начала школы фактически мы уже прошли, да может быть, и все священное писание от начала до конца. Был такой момент в первом классе, я целый год лежал в больнице, я этого даже не помню, об этом рассказывает мама, что когда я вернулся из больницы, лежала там привязанная к кровати, костная болезнь была, то больница на меня подействовала, и когда я вернулся, я был черт, черт ко всему духовному. Когда она мне пыталась о чем-то говорить, то я, первоклассник, говорил, что если бы это было в наше время, и сильно расхваливал тогдашнего правителя страны, почему-то, Крущева, что вот если бы с ним поговорили, он бы все убедил, все бы показал как надо. Она начала мне рассказывать историю священную от начала, утворения мира, и говорит, что я был совершенно невосприимчив, я этого не помню, это все ее слов. Слушал ее совершенно безучастно, пока она дошла до истории Иосифа. И эта история по сей день для меня всегда очень трогательна и сильно действует. Когда она начала рассказывать о том, как Иосиф был продан родными братьями и попал в плен, то я заплакал и попросил ее, теперь давай, мама, все сначала. И она опять начала творение мира. И теперь я уже совершенно иными глазами смотрел на нее, и иными ушами воспринимал то, что она говорит. Вот был такой момент, когда яд неверия уже проник в детское сердце и довольно крепко его отсквернил. И история с Иосифом разбила это. Ну и дальше водили нас на собрания. Там ни на Ницкого собрания не было, водили на Баптистские русские собрания. Дома все было по-немецки. Любовь к Богу, вера в Него, конечно, была всегда. Для меня всегда было ясно, что есть верующие, а есть мир. Этот мир был где-то для меня даже довольно далек, он был ужасен, противен, страшен. Это вложено было с детства. Там грех, там безбожие, там пьянство и все прочее. Мы жили как бы на каком-то островке, который нам создали родители. Это было в городе Усть-Каменогорске. Верующих в то время было очень мало. Это было начало 60-х годов, когда было сильное гонение на верующих. Вот, рассыпалась и местная община баптистская. И тогда приехала к нам двоюродная сестра из Караганды. А в Караганде в это время собрания шли очень сильно. Было очень много молодежи, проповеди и такая живая, активная жизнь духовная и деятельность. В Менонистской баптистской среде Караганды. Когда эта сестра Тоня приехала к нам, она много рассказывала. Ее рассказы на меня сильно действовали. И как-то сидели мы, она нас спрашивает, а не хотели ли бы вы обратиться? В Менонисте, как и в баптизме, учение такое о том, что каждый человек, даже если он родился в христианской семье, с детства молится, с детства верует, то это еще не то и даже это еще ничего. Ему надо родиться свыше, переродиться и стать новым человеком. Вот это я знал. Что такое возродиться? Зигбекерен по-немецки. Это для меня было совершенно непонятно. Но я знал, что что-то со мной еще должно совершиться. Оно еще не совершилось. И что я еще вне ограды. До тех пор, пока оно совершится. А что это оно? Какая-то вот эта тайна? Этого я совершенно не понимал. Когда она спросила, мне было 10 лет, хочешь ли ты зигбекерен, то есть обратиться. Я аж загорелся, хочу. Но я совершенно не понимал, что это такое. Не было у меня понятия еще, что надо осознать греховность, покаяться, что-то этого. Не было понятия. Но было понятие, что что-то надо сделать. А что так я совершенно не гож и не пригож для Царства Божьего. Вот это я осознавал и понимал. Когда она уехала, этот вопрос она даже вот нам сказала, возбудила. Но до дела не довела. Но важно было то, что в сердце появилось сильное желание. И еще с ее приездом было связано одно из самых сильных воспоминаний детства. Она привезла маленькое Евангелие. Я его за несколько дней прочитал, все Евангелие. Это впервые, когда не мама рассказывала, а когда я сам читал его. И это действие поныне сохранилось. И может быть именно с того времени и поныне Священное Писание играет исключительную роль и в моей духовной жизни. Она уехала. И тут обратилась ее младшая сестра. Пришло письмо, что вот сестренка ее обратилась. А это все на меня как камни. Слышат, там кто-то обратился, там обратился. А я еще не обращен. А я все равно еще и не понимаю, что это такое. Однажды вечером я маме говорю, мама, я хочу обратиться. Тогда она сказала, ну давай, будем молиться. Я ничего не помню, о чем мы молились. Но помню, было вечером перед кроватью, мы молились. После молитвы я лег на кровать. И первая мысль, которая во мне возникла, а обратился ли я, возродился ли я. То есть результатом этого было что? Это было 28 августа 65-го года, 10 лет. Результатом было то, что до того я знал, что я не возрожден, а теперь я не знал, возрожден я или нет. Вот такое состояние. И оно меня мучило. Но в самый момент, когда вы поняли, в чем это ваше чувство выражалось, в какой момент? Как только мы встали с молитвой, я спросил, мама, а я теперь возрожден? Первый вопрос, который я к ней обратился. До этого сам своими словами уже молился? До этого не молился, а с этого момента я стал молиться своими словами. И значит, то, что ты посчитал, что молишься, ты подумал, нет или самое, о чем говорят? Да, то ли это или не то. До того я знал, что у меня ничего нет. А теперь я не знал, есть или нет. Утром меня папа, видно, мама ему ночью сказала, поздравляю. Поздравляю. Мне даже это было немножко странно как-то. Тем более, что внутри меня в сердце никто меня не поздравлял. И вот это внешнее поздравление мне не было и в радость. Потому что внутри с того дня, я и денец помню, и вечер помню, во мне сомнения. Вскоре, через месяц, через два месяца мы переехали в Караганду. Тоже очень важный момент, может, назидательный для других. Почему мы уехали? В Искенногорске родной брат отца. Квартира. Отец пошел на пенсию, получил пенсию. Вроде все складывается хорошо. И никакой нужды уезжать не было абсолютно. А дело было в общем, что не было там духовного общения. И поэтому, если бы мы выросли там, по-человечески рассуждая, я думаю, что сегодня я был бы, наверное, где-то преподавателем кафедры. Может быть, уже и кандидатом. Но почти уверен точно, что верующим бы я не был. Переезд имел одну единственную цель – спасение детей. Сейчас у нас часто говорят, а вот мы живем далеко, нет храма, нет церкви. Для меня эти слова странные. Родители мои оставили все, оставили родню, поехали, имели в кармане 500 рублей. Какой дом за 500 рублей купишь? 500 рублей, имея в кармане, поехали в далекий город исключительно только по одной причине. Там много верующих, там много молодежи. Если наши дети будут там, они станут верующими. Ради этого оставили все и не смотрели ни на что. Только, чтобы дети спаслись. Учились мы всегда на отлично. Это их сильно не радовало и не тревожило. Но это на них как бы и не действовало. Даже когда вот я рассказывал, что был год в больнице, когда меня мама увезла, она рассказывает, оставила меня там, вышла в садик, упала на колени и прям кричала. О чем? Не о том, что я теперь буду больной, а диагноз был туберкулез костей. О том, что душа моя в этой больнице может погибнуть. И она предчувствовала, через год я действительно холодно оттуда вышел. И не молилась даже о моем здоровье, что ее 7-летний сын с туберкулезом костей. А молилась о том, чтобы душа его там не погибла. С тем мы и приехали в Караганду. Там началась совершенно новая жизнь. Громадные собрания, тысячи верующих, сильные проповеди, молодежные общения, в которых меня сразу привлекли. Даже на детские собрания я и не пошел. Самые молодые там были, ну, старшеклассники. А я вот 10-летний бегал между ними. Чувствовал себя совершенно как бы на равность. Именно там мне и нравилось. Детям мне и не хотелось. А с ними задавал вопросы. Только сильно меня удивило, что вот приехали мы из глуши такой духовной, а здесь так все хорошо. И когда на молодежных собраниях начинались вопросы, что они не знают Писания, не знают там какую-то историю о каком-нибудь царе и детство зовет. Это мне было совершенно странно. Мне было непонятно, что этого можно не знать. Так же, как если бы я увидел, что 10 лет не умеет читать. Настолько вот это с детства уже было все вложено. А вопрос внутри продолжал мучить, обращен я или нет. А родители знали про это, что тебя мучаешь, что сам не высказываешь? Нет, я не говорил, не высказывал, это таил в себе. Более того, они, наверное, считали, что обращен. Теперь тут начинается, и я обязательно должен упомянуть о своей второй духовной матери. Первой была моя мать по плоти, она же и духовная. Вторая это была тетя Лена Веер. Она собирала вокруг себя детей, у нас была все маленькая группа у нее, и мы вместе собирались для изучения Слова Божьего. Она очень мудро вела эти собрания, очень умела, очень хороший у нее подход к детям, в том числе и к нам. Ходили мы к ней каждую неделю, и вот это давало нам тоже очень много для нашего духовного возрастания. А всю зиму, вот, это уже с лета, всю зиму я мучился вопросом, обращен я или нет. И вот однажды, это было 5 апреля 1966 года, в собрании вот у этой тети Лены. На собрании она всем детям задает вопрос, до того не спрашивала, возродились вы или нет, обращенные вы или нет. Все отвечают да. Когда, прям по очереди все отвечали. Когда подошло ко мне, и я сказал нет. Вот этот с того 28 августа я впервые сказал нет, а то все сомневался, да или нет, сам себе ответить не мог. И когда ответил нет, то самому стало очень плохо. Значит нет. Значит опять вот какой-то внутренний, значит нет. Она сказала, останься, все уже ушли, мы остались с ней вдвоем. Ну она начала со мной беседовать, говорить, что такое возрождение. По ненамитскому пониманию это что? О таинствах там никакого понятия нет, там только это, что человек должен уверовать, уверовать во Христа, как своего личного спасителя. Что Христос пришел не только за весь мир, но за тебя, для спасения твоего. Что ты грешник, ты в этих грехах должен покаяться, принять Христа своим спасителем и посвятить ему всю свою жизнь. И опять я в то время больше хотел обратиться, нежели я знал, что это такое. Внутреннего, глубокого покаяния не было. Было желание обратиться. Ну да, я грешный, конечно, но было и самооправдание, что в общем-то я ничего, что я верю, что я читаю, люблю все это. Но я молился. Даже и слезы какие-то были. Но я чувствовал, что они не из глубины. Я молился, каялся в своих грехах. И вот здесь, конечно, еще некоторая формалистика. Вот, кстати, баптизмами на месте. После этого мне говорят, ты возрожден. Как раз там же была эта двоюродная сестра, она мне спрашивает, ну теперь ты чувствуешь, что ты возрожден? Я отвечаю, да. Айду, а в душе все равно нету совсем того, что надо. Но с того времени я все равно всегда говорил и эту дату, и этот вечер, что вот я возрожден. Тогда я помолился, покаялся, принял Христа своим искупителем. Он теперь мой, я его. Вот. Ходил я на молодежное собрание, был очень ревностным в то время, активно участвовал. Потом, правда, произошел опять некоторый застой. Вот год первый в Караганде был такой активной, духовной жизнью. А потом с пятого по седьмого класса был застой. Какое-то охладевание. Я даже радовался, если какая-то причина вдруг, и что не надо идти на собрание. Было такое. Хотя я считался, конечно, обращенным и верующим, молился своими словами, каждый день все это. Но такого внутреннего все равно не было. И это охлаждение, оно со временем возрастало. И вот седьмой класс. Однажды на собрании опять сильно проповедовали о покаянии возрождений. И о том, что кто желает покаяться, пусть останется после собрания. Будем молиться. И тогда вдруг меня всего лихорадить начало. Изнутри. Меня трясло всего. А я говорю, но я же возрожден 5 апреля 66-го года. А меня все равно лихорадить. Останься, говорит внутренний голос. Останься, обратись, покайся. А я ему отвечаю, но я же возрожден, я же уже покаялся, второго же покаяния возрождения нет. Дважды не рождается человек. И я так и не пересилил себя. Я ушел с этого собрания. Шел домой, но внутри было очень плохо. Все трясло, все колотило внутри, что останься. Но я шел и постоянно себе твердил, их пенбекерт. Я возрожден. Все это на немецком языке. Вся духовная жизнь до 21-го года шла у меня на немецком. И это повторилось раза три. В разных ситуациях, когда вдруг изнутри всего колотило, и что ты не возрожден, ты навечно погибаешь. Но я себе доказывал умом. Здесь происходила борьба ума с сердцем. Сердце говорило, гибнешь, а ум говорил, нет, ты возрожден, ты спасен. И со временем уму удалось. Переборол сердце, как-то успокоился. И, кстати, в это время опять стал активно участвовать в молодежных собраниях, опять проявился интерес, стал читать. И тем более успокоился. Все нормально, я живу очень даже активно там в первых молодежных собраниях среди первых, так что участвую во всем. Так продолжалось вот этот седьмой класс и потом уже восьмой класс. Семидесятый год весна, дату не помню. Однажды лег спать, закрывая уже глаза и вдруг ощущаю, что передо мной разверзается какая-то бездна, видения никакого, не видел ничего. Все в сфере каких-то ощущений, что я лечу, я уже не лежу, я лечу, лечу в какую-то пропасть, и дна нет. Она жуткая, страшная. Можно разве лишь сравнить, но чтобы вроде как вся комната была натыкана бесами. Я лечу в эту пропасть, а я все толкую, но я же возрожден, из Бенбекерд, я не должен туда падать. Но это не помогает, я все равно падаю. Я себе твержу, что я же возрожден, не помогает. Пытаюсь молиться, тут же бросаю это дело, никакая молитва не идет. Получается, спал, это или уже... Нет, я и не заснул, я только лег. Что не заснул, совершенно уверен в этом. Совершенно, сна тут не было никакого. То есть, я лежал, я только лег, выключили свет, брат лежал на другой кровати. И все это было наяву, я не спал, все это переживалось. Не мог молиться, вдруг, не зная, что и как меня подвигнуло, я сошел, встал с кровати, встал на колени перед кроватью своей и начал призывать имя Иисуса. Иисус, 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 Иисус. Непрерывно. Как только я говорил это имя, я чувствовал, что я никуда не падаю. Когда я его переставал, говорит, я опять летел туда. Тогда я понял, что переставать нельзя. и вот я говорю это имя, сколько, на часы не смотрел, не знаю, долго, может час, сколько, не знаю. Пока непрерывно имя Иисуса призывал, Иисус, 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 поделил. И потихоньку, потихоньку внутри все стало успокаиваться, как-то улеглось. И вдруг я перестаю говорить имя Иисус, Иисус, и чувствую, что уже не лечу. И вот тогда только я начал молиться. А то я молиться не мог. Молитва моя была такая, все равно еще ум твердил, ты и возрожден. Тогда я молился так, но я блудный сын. Если я и был возрожден, значит я отпал, ушел, блуждал, в грехах миру, вот, а теперь возвращаюсь как блудный сын. Старичный себе отец. Ничего не достоин, но при мне не я. Вот такая была молитва. Сколько лет было? Это 15 лет было в 8 классе. Такая была молитва. На следующий день это повторяется. Как ложусь, опять начинается то же самое. Но тут уже знаю рецепт, сразу начинаю призывать имя Иисуса и прекращается. Повторилось еще несколько раз, но каждый раз уже в меньшей степени. Уже знаю рецепт и помогают 100%. Но обычно призывают имя Иисуса с какой-то просьбой или помоги, или спаси. Никакой просьбы, только имя Иисуса. И тогда я понял смысл деяния 4.12, что нет другого имени, данного под небом, которым надлежало бы спасти, кроме этого одного. Тогда я понял силу этого имени. Никакой просьбы, никакого покаяния, никакого прошения, ничего. Только призывание имени. Призывание самого Христа. И с этого времени у меня всякие сомнения, возрожден я или нет, исчезли. Я чувствовал, что я возрожден. Значит, можно сказать, что вот этот страх, это был переломным моментом. Я должен был когда-то ощутиться, все из нас должны побывать в гиене, или в этом веке, или в том. Кто в этом не побывал, тот в том будет. То есть все должны ощутить, что там наше место. А вот Имен говорил так, что когда я умру, мое место будет даже не в гиене, а в том месте, где сатана. Вот я там рядом буду лежать. Он это говорил от сердца, он это ощущал. Значит, мы верим, что он со Христом. Все это должны ощутить. Формы могут быть разные, но ощутить свое падение в гиену все должны. Вот тогда мною это было пережито. Одновременно с этим во мне возникает другой, очень серьезный вопрос, который еще будет долго меня волновать и в конце концов сыграет самую решающую роль. Ежегодно проповедники начиная с зимы говорят, кто в этом году хочет креститься, то обратитесь к нам, скажите. Мы, значит, будем беседовать, оглашать, испытывать, а летом совершается крещение, водное крещение. По вере. Так оно у меня нет. И даже еще до этого случая, о котором я рассказал, что было, у меня уже эта мысль возникла, и она меня тревожила. Особенно сильно на меня действовала Марка 16-16. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Значит, к спасению нужно и крещение. Оно не просто пустой звук, пустая добавка. Оно играет какую-то роль в нашем спасении. Хотя все именно они проповедуют, что спасается человек без крещения. Когда переживет духовное перерождение, что ему прощается грех, дается благодать Духа Святого, и он спасен. А крещение уже только как исполнение заповеди Христовой. Но где-то изнутри все равно что-то говорил о том, что это не просто заповедь, заповеди есть разные, а что это есть заповедь, которая к нашему спасению. И играет в этом определенную роль. Долго боролся с этим, и все-таки в этот же самый год, это вот что я рассказал было весной 70-го года, летом я подошел к братьям проповедующим и сказал им, что я хочу крестить, а мне 15 лет. По уставу Менонитскому, не Менонитскому, а Безбожному, который Менонитску навязан, 18 лет. По Менонитскому уставу, если уверовал, пусть хоть 14 лет. Главное, чтобы был верующий, покаялся, возродился. А им запрещено крестить несовершеннолетно. Вот. Мне начали говорить, а как же Христос 30 лет крестился, что почему ты с этим спешишь, какая необходимость спешить. и так поговорили, и даже потом ничего не ответили. Отказ пришел уже через родителей, мне сообщили, что в этом году меня крестить не будут. Оставили меня некрещенным, потому что мне еще было всего 15 лет. Внутри, конечно, осталась даже и какая-то обида, и неудовольствие, но на время опять заглохло это все. А в следующем году, когда уже опять объявляли, что в 71-м кто будет креститься, я как-то сидел, ну что ж, мне нельзя. Я с завистью смотрел на тех, двойные сетра моя одна в тот год должна была принять крещение, я с завистью смотрел на них, что им нынче уже можно будет креститься, а мне все еще нельзя. То есть мне это как-то внутренне переживалось, и переживалось глубоко. И вдруг тогда помощник пресвитера подходит ко мне Вильгельм Матис. Этот человек в моей жизни сыграл тоже великую роль, и его, я считаю, тоже одним из своих духовных отцов, то есть тех, которые рождали меня для вечности. Он меня спросил, и твое желание не изменилось с прошлого года? Тут он мне сразу такая радость если нет не изменилось. Я понял, о чем он спрашивает, хотя даже не спросил о чем, только такой вопрос был задан. Ну, хорошо, давай в этом году. То есть они пошли на нарушение, что 16 лет, вот, пусть. Я проходил тогда подготовку, оглашение, там проводится несколько месяцев оглашения, символ Веры Нинонитский, и он тоже под членом разбит, вот, и каждый член подробнейшим образом изучается, потом принимается как бы зачет, но это умственно, это преподается учение, а помимо этого каждый должен пройти испытание. Испытание такого, так проводится, берут человека, он встает перед общиной, и ему задается тот вопрос, который мне задан сегодня, рассказать свое обращение к Богу. И он перед всей общиной должен засвидетельствовать свое обращение к Богу, как оно произошло. После того, как он засвидетельствует, каждый член общины имеет право ему задавать вопросы, то есть испытывать, действительно ли произошло обращение к Богу, или тут что-то формально произошло, или еще как. После этого человек выходит, и община уже в его отсутствии обсуждает. Здесь заслушиваются свидетельства родителей, в первую очередь, братьев, других, которые его знают, друзей по молодежным этим собраниям, как он ведет себя в школе, там и там, полностью такой экзамен ему. И уже только после этого выносится решение, допускать или не допускать. Человека запускает, и присвитер ему сообщает результат, что община решила допустить или не допустить. Вот такой экзамен мой был пройден 1 мая 71-го года. Ну вот когда вас за дверь выставили, расскажите, о чем вы в это время думали, какие переживания, на что надеялись? Ну, откровенно говоря, я неплохо всю эту систему знал, как делаться, я знал, что пройду. Я знал, что должно удовлетворить то, что я им рассказывал. Потому что знал, как с другими все это происходит, тем более, что в это время уже и с другими работал, других сам призывал к этому обращению. Страхов не было, пройду я не пройду, зам нет, зам экзамен не был. Это не было. Прошел. Ну, было искушение. Это 8-й класс, нет, как 8-й, 9-й уже кончил, 71-й год. Я заочно учился в Московской математической школе. В это время страшно любил математику и физику, целиком, влюблен в нее был. Вот. И тут получаю приглашение в летнюю школу математическую. Школьников туда зовут. И как раз совпадает с днем крещения, что или я должен принимать крещение, или ехать в математическую школу. Конечно, сразу такое искушение мысли, может быть, покреститься, потом приехать, или до этого попросить как-то обратить, но это довольно затруднительно. Там не крестят каждый день. Раз в году идут на реку, и в реке крестят. Вот. Поэтому это было очень непросто, что можно в другой день прийти. И в результате я не поехал в школу. Я попутно спрошу, как у минонитов принято, чтобы была вода проточная или нет? И какое дно, как выбирают вот этот момент? У минонитов принято крестить в реке, в естественных водоемах, желательно в реке. Но признается и крещение, совершаемое в аптестериях, в купелях, если оно совершено полным погружением в воду. С какими словами? С словами такими. Сначала спрашивает креститель, веруешь ли ты в Господа Иисуса Христа как твоего личного искупителя? Крещаемый отвечает, да. Вся община говорит, аминь. И только после этого креститель говорит, на основании твоего свидетельства я крещаю тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа и однократно погружает. А как погружает? Как у ваптистов на прокидывание назад? Да, да, назад. Он придерживает за спину одной рукой, а другой держит грудь, руки складываются на груди и опрокидывает воду однократным погружением. А заходит в воду, примерно дохода вода доходит? По грудь. И он вместе, конечно. Он стоит в самой глубине, а все стоят вереницей к нему. То есть ближайший стоит уже по грудь, следующий пониже, там до пояса, а эти еще только ноги омочили. И так все этот покрещаемый отошел, они подходят и все к нему, он не движется. А который крещаемый куда отходит? А он, выходя из воды, там на берегу ставится палатка, вот, уже все, сходят все в халатах, специально сшитые халаты, они ежегодно в них же и крестят. Вот, и креститель в белом халате, и крещаемый в белых халатах, выходя из воды, сразу в палатку, там обтираются, переодеваются, и когда уже всех покрестят, продолжается собрание. Проповеди и до крещения, и после крещения. Вот, продолжается собрание, ну, там, по-другому. Как хотя бы крестить мужчин или женщин, или как попадутся кто-то? А вот этот момент, в общем-то, безразличный. Ну, вот стоят как-то женщины, и им женщины помогают при этом. Потому что некоторые боятся воды, у некоторых кружится голова. Поэтому есть крепкие женщины, которые уже заранее так говорят, что мы воды не боимся, может плавать умеют, они стоят там и следят, потому что есть всякие девицы и старицы, вот, и они уже им помогают, подводят их к крестике. И это значение не имеет, что, допустим, как заходит вереница, это будет по солнцу это движение у них или против солнца? Нет, таких никаких понятий нету. По солнцу, против солнца, этого нет. А возложение рук как вот совершают? Допустим, воду к человеку, он как опрокинул, потом поднимает, руки не возлагаются? Потом, после крещения, возлагают руки. На берегу? Но у нас вообще не в Караганде, это делалось так, поскольку на реку, это надо ехать за город, едут очень рано, крестили как раз, когда восходит солнце, и вот на восходе солнце крестит. А это летом солнце восходит очень рано. Вот, все приехать не могут на реку, хотя приезжает все равно человек двести. Вот. А уже потом в общину, когда вечером собрание с четырех часов, и там возлагают руки, чтобы уже вся община могла как-то участвовать в крещении новообращенных. Так, а власти знали, что именно в этом месте будет крещение, и кто будет крещаемый? В самом уставе Минонитской общины указано, что крещение совершается в естественных водоемах. Этот устав находится у полномоченного, с ним община зарегистрировано. Но дату крещения пресс-витеры обычно не говорят. У полномоченные требуют с них эту дату, они отвечают, что это, ну, мы бы сейчас сказали таинство, они говорят, что это дело внутреннее, церковное, оно никого не касается и присутствует должны только верующие. Это в одной общине так принято, или во всех Минонитских общинах, когда они не говорят властям? Пожалуй, и во всех. А в тех я не могу говорить, но в основном так. А думаете, что власти все-таки знают, есть у них осведомители среди Минонитов или власти вообще не знают про это? Они, во-первых, знают, конечно, что произошло крещение. Знают ли они до, или они узнают после, но это власти лучше меня знают. А я не могу за них ответить. Случай нарушения крещения в мою бытность в общине и по сей день даже я не слышал. А вот при Хрущеве бывали, да, там бывало, что собираются ребята, начинают хулиганить и прочее тут же в реке. Это было в хрущевские времена. А вот уже, что я с конца 60-х годов не слышал ни одного случая, что было нарушено в Караганде, что у Нинонитов крещение. В этом смысле Брежневска от хрущевского времени несколько отличается. Спаси его, Христос, лучше, да. Вот. Теперь вышел из воды, переодеваешься. Да, вышли из воды. Вот. И это событие пережито было мной очень глубоко тоже. То, что вот я теперь крещен. Вот здесь интересный момент. Он, кстати, в беседах с сектантами. Незадолго до того, как покреститься, я пусть самую чуточку, капельку, но я обманул одного человека. Вот. И я не смог перед ним сознаться. И когда я стоял в воде, я об этом вспомнил. А я-то знаю, я же научен, что крещение обещание Богу доброй совести. Я покрестился. Вспомню я об этом только на третьем курсе через четыре года. И когда я потом об этом вспомню, то во мне возникнет вопрос, как в детстве, когда обращен я или нет, во мне возникает вопрос, крещен я или нет. Потому что в тот момент, когда я подходил к крестителю, у меня мысль промелькнула. И человек этот, он тоже крестился в той же группе. Я бы мог подойти к нему и сказать, знаешь, Ваня, я тут кто-то сказал, а это было не так. И потом я очень долго мучился, вплоть до своего крещения в православии. Всегда у меня был вопрос, крещен я или нет. Потому что в тот момент у меня совесть была не вполне чиста. Вот такой момент. Ну, я принял крещение, стал членом, да, вечером были возложены руки. Кстати, крестил меня на низкий диакон. Вот такое там практикуется, что диакона наравне с пресетирами это делает. Вот. А уже руки возлагают рукоположенные проповедники. Вот матец, он возлагал на меня руки. Но этому как раз даже нас особенно не учили. Я этому почти никакого значения не придавал, что возлагали руки. Вот. Но это считается по апостольскому примеру, как бы по православному таинству миропомазания. Хотя в Меномице не говорят, что через это Дух Святой подается. Дух Святой получился до воды. А это уже даже и не знаю толком зачем. Вот. Ну, я стал активным членом этой общины. Работал с молодежью. Начали потихоньку привлекать проповеднической деятельности. Но тут это уже другой вопрос, не вопрос обращения к Богу. В 76-м году, мне 21 год, я впервые уезжаю из родительского дома. И этот год, конечно, стал поворотным во всей моей жизни. Я уехал из родительского дома не только в буквальном смысле, но и в духовном. Сначала, когда я уехал, ну, я был издан из университета по собственному желанию. Так делается это дело. Вот. Восстановился в Томском университете. Там стал учиться. А до этого где были? В Тарагандинском университете 4 курса кончил. Уже последние сесть на 4-м курсе по научному коммунизму мне не поставили зачет. Вот. Перездал опять не поставили, вызвали на комиссии. И вот вместо того, чтобы пойти на комиссию, мне посоветовали, я послушался, написал заявление о том, что ухожу по собственному желанию. Потому что было стопроцентно ясно, что на комиссию я тоже не сдам, а значит, я буду отчислен по неуспеваемости. Вот. хотя у меня к этому времени была всего одна четверка. А в чем дело загвоздка? Какой у вас факультет был? Физический. Учился на кафедре теоретической физики. Ну, это научный коммунизм, он, в общем-то, вопрос стоял и из-за нации, и из-за религии. А тот преподаватель, он мне даже прямо сказал, мне велено тебе не ставить. Преподаватель, видно, был не весьма далек, он прямо мне сказал, а мне велели тебе не ставить. Старый был казах. Вот. На комиссию он участвовал, все мне говорят, что ты не знаешь вот этого, вот этого, а он и за веру говорит. Я так и за веру, а уже члены кафедры на него все. Да ты молчишь, тут вера ни при чем. Каждый имеет право верить. Вот. Университет приходилось много свидетельствовать, беседовать с студентами и с преподавателями много, своими же доцентами. Бесед было очень много, все знали, что я верующий, не ходил на демонстрацию, допустим, и прочее, и открыто говорил, по какой причине все это было. Ну и в результате вылетел я с четвертого курса, но восстановился в Томском университете. В Томске я пошел в молитвенный дом баптистов. Потому что та община братских ненамитов, которая была в Караганде, такой там не было. И я оставался членом карагандинской общины. Хотя два года буду в Томской общине трудиться, но членство я сохраняю в Караганде. То есть у них как гость, который участвует с ними в богослужении, но не присоединяется к ним. Потому что есть некоторые различия менонитства и баптизма. Я их считал существенными настолько, что я бы ни за что принципиально не вступил в баптистскую общину. Главный вопрос экуменизма. Потому что менонитство отрицает экуменизм, а в СФБ член экумены. И из-за одного этого я бы уже в баптистскую общину не вступил. И не вступал. Но там мне разрешили проповедовать, трудиться с молодежью, что я и делал полтора года. Проповедовал каждое воскресенье, трудился среди них. А с вами какого содержания в проповеди говорили? Растолкование давали или призывали в доброй жизни? Наверное, мне больше свойственно книжничество. Больше истолковательного характера, но всегда они все равно имели применение к жизни. То есть в каждой проповеди, по крайней мере для себя, я всегда ставил цель, чего я хочу добиться от слушателей. И когда точно сформулирую сам для себя, что сегодня это, завтра это, то есть проповедь всегда носила и практический прикладной характер, к чему я и призываю. Но больше, наверное, все-таки истолковательного все равно. Но меня интересует сейчас, как ваша совесть не осуждала вас, что вы учите чему-то, а сам бы себе как-то подумал и сказал, а это я и не делаю. Такие моменты были? Что расхождение слов и дел? О которых никто не знает, кроме вас, и в этом совесть ваша вас бы не разъемляла? Было и есть сегодня и было тогда и дай Бог, чтобы было до смерти, потому что говорить мы обязаны Слово Божие, а делаем мы очень часто и каждодневно не по Божьи, то есть я никогда не считал себя безгрешным. Как понимать, что дай Божие, чтобы вы всегда так и не сходили со Словом Божиим или только чтобы совесть вас укоряла, чтобы вы до идеала не достигли? Чтобы совесть никогда не умерла и не сказала, что ты достиг того, о чем говоришь. Этого ты как раз и не достиг. Теперь важный такой момент. Еще когда я проходил оглашение Менониски, Колосянам 2.12 и бывшие погребены с ним крещением смерть. Этот стих меня тогда на минуту смутил. Нас учат, что это символ, а тут написано что именно крещение погребает. Не то, что я уже раньше погребся во Христа, а теперь это только символически прообразовательно. А что здесь это и совершается. Вот это я помню, что был такой момент, он вдруг внутри как-то воспрянул, но он был довольно быстро заглушен общим хором Менониски, проповедей и всем прочим. Так что это как-то беседно исчезло воним, бесследно. А потом оно всплывет. Вот, но вот что такой момент был. Тут еще такая особенность, что в Томске пятидесятники в этой же баптистской общине. Я близко с ними общался, бывал среди них и, конечно, многое почерпнул пятидесятнического. То есть я уже и не был чисто Менонитом духовным, потому что уже впитал в себя и баптизм, и пятидесятничество, и Менонитство, в котором родился. Вот, все это уже как-то во мне было. Но правительным уже питанцем стал. То есть пятидесятники меня считали своим, поздравляли. Вописка радовались. А за что они поздравили? Ну как, что я их человек? Ну они своим признаются обычно тогда, когда человек получает языки. Оно и было. Достиг. Достиг. И этого. А не можете вспомнить сейчас, как это произошло? Или тяжелые воспоминания? Когда я приехал в Томск, эту общину и мне рассказали, что там пятидесятники и между пятидесятниками и баптистами они одна община, потому что соединилось все в всех бы. Но это формальное соединение. Внутренние пятидесятники считают, вы духа святого не имеете на баптистах. И там очень болезненно все это переживалось. Это вот Лида все хорошо знает. Вот. Потому что она раньше уже в этой общине была. И у меня даже была такая мысль, что наверное здесь все-таки не в сути, а в каких-то пониманиях. И даже была такая мысль, что может быть мне удастся их примирить. Была такая мысль. Попозже сразу вопрос. А родители знали о ваших исканиях в этот момент? Советовали? Ничего не знали. Не знали. Ничего не. В письмах я об этом не писал, я жил в другом городе. Так, а почему не говорили? Вы думали, что они не одобрят вас или не способны будут понять? Я был убежден, что они этого не одобрят. Хотя привлек в них родителей и родного брата, который верующий на три года старше меня, с которым я вместе рос и воспитывался. Если бы я с самого начала их привлек к себе, то может быть все бы и пошло иначе. Вот Лида, она была мы тогда ну как по молодежи были знакомы. И мы обо всем этом всегда говорили и делились друг с другом. И может быть именно поэтому она стала православной. А другие мои друзья, с которыми я был очень близок, но не делился. Я с ними не пошел общим путем. В результате через несколько месяцев я уже был далеко от них. Я уже шел каким-то путем, которым кем не шли. А когда они уже это узнали, то между нами была пропасть такая, что они по сей день ее не могут перешагнуть. А с Лида мы шли вместе. То она обгоняла, то я. А потом я спрошу ее, что подействовало на тебя в то время, что ты именно оказалась с братом здесь, хотя это не всегда может быть одобряется, что девушка с юношей может быть приходила где-то и в разъезда в 8 месяцев, не думала, что это может быть и соблазнительное даже. Что здесь двигало? Или просто уважение к брату, или те идеи, то верование, которое его захватывало, оно каким-то образом касалось и тебя, хотя это может быть и взаимно связано. нет, именно касались идеи, можно сказать. И причем, когда он крестился в православии, он не нашел нужным даже мне сказать об этом. И я узнала, это уже даже в последний момент. Я не знала. Он мне говорил только о том, допустим, что-то новое узнавала я, я в то время читала огласительные слова Кирилла Усталинского и конститировала их. Вот что я потерпела, что для меня было очень интересно и Дмитрия Ростовского. Я ему рассказывала, делилась. А что он переживал, в смысле, что на него сильно действовал, он мне рассказывал. Ну и так. А в общем-то выводы мы как-то сами, каждый для себя какие-то делал и все. Ну, учитывая, что в это время вы все-таки слышали много плохого про православие и вдруг знаете, что Кирилл это все-таки и вот, считайте, Дмитрий Ростовского из православных. Как это вас начало совмещать с такой лавиной осуждения, пренебрежения ко всему иному и вдруг вас это начало находить какое-то место? Когда эти ямочки там были выдавлены, где вы все-таки задержались? Ага. Расскажите немножко хотя бы. В какой момент вы почувствовали, что в вас размещается вот эта православная? Ну так с этого к этому я иду. Ага, ну ладно, тогда. А сначала пятидесятницы тогда. То есть я еще не дошел до православия. Значит, было так, с такими мыслями я был, что мне удастся их примирить. Вот. А следы что? Дело в том, что независимо, еще до того, как я приехал в том, что она тоже была между двумя огнями, баптизмой пятидесятницы, и тоже те и другие считали своим, своей ее. Вот в чем дело. Вот. Но это было независимо, это мы еще друг друга не знали. Она, я еще не был в том, она об этом предупредила меня раньше уже. Значит, тут первая беседа. Одна сестра пятидесятница, молодая, из молодежи, и пожилая. Они пригласили меня на беседу. Я и сам ее хотел, этой беседой. Когда мы встретились, вот были втроем, их было двое я. Ну, вопрос был поставлен о крещении духом святки. Они стали приводить все места в основном издеяния апостольских где дух святый как определенный акт входит на человека. Что одно дело, когда человек приходит к Богу, уверовал, принял крещение, а потом всегда и возложили руки, и дух святой сошел. Петр проповедует, и дух святой сошел. Постоянный момент, что есть еще особый момент сошествия духа святого на человека. И это было именно то, что сразу нашло отклик в моем сердце. Это то, что и надо. Так что я сразу чтил, это хорошо, что одно дело, что я обратился к Богу, уверовал в Бога, а другое дело, что я приму его дух, его благодать в себя. И что это именно как определенный акт. беседа была весь вечер. Может быть, познанием я и превосходил их, и если бы хотел, мог бы повести беседу так, чтобы я бы им доказал свою правоту. Но мне этого вовсе не хотелось, мне хотелось познать, кто же из нас прав, и в чем тут дело. Вот это, я считаю, тоже очень один из важных моментов, чего человек ищет. Если он ищет истины, то он что-то находит, а если он этого не ищет, то он может воспользоваться каким-то своим преимуществом, там положение, знание или что, просто отбит того, и все. После этой беседы я попросил их, могут ли они при мне помолиться. Для них это, ну, не будет ли оскорблением каким-то. Они согласились. Вот. И мы склонили колено, сначала я помолился так, своими словами, как был научен, и как привык молиться. Вот. Потом они молились обе. Сначала своими словами, потом потихоньку переходят и на языки. Мне это понравилось. Потому что я не слышал ничего того, что я не слышал. Кричат, кукарекают, орут, беснуются, рев какой-то, непристойность. Все было чинно. Клонились на коленки, молились. Вот. И мне даже нравилось сочетание этих звуков. Оно как-то... Мне понравилось. И внутри, вот с этой беседы, впервые после той ночи, когда я чувствовал, что я в бездну летил, впервые, во мне опять черт сомнений. Имею ли я Духа Святого? На этот раз вопрос стоял так. В том, что я возрожден, непрощенный грехи, об этом я не сомневался. Это было давно пережито уже. А теперь, имею ли я Духа Святого? С другой стороны, я понимал, сомневаться в этом, значит оскорблять Бога. Ведь я его имею, я возрожден. Значит, я оскорбляю Бога. Как будет? Тогда я молился Богу так. Господи, я не знаю, имею я Духа Святого или нет. Если так... Но я понимаю, что мое сегодняшнее вот это тревожное состояние, шла, кстати, сессия в университете, мне бы надо наукой заниматься, а у меня внутри все вот это будоражит. Вот. Что оно неудовлетворительно. Поэтому я молился, Господи, Духом Твоим пройди и истреби это состояние. Истреби его, чтобы Дух Святой был во мне, чтобы это было точно. И мне даже как-то мелькнула мысль, вот когда я летом поеду на каникулы домой, я буду говорить на языках. Вот. Была, простучила, все. Вот. С этим было неделю. Это была первая моя беседа с пятидесятниками и последняя до того момента, о котором я расскажу. никаких других встреч не было, ничего не было. Было у меня любимое место на берегу Томи. Жили мы там рядом с Томью, речка Томь. Там дерево, под которым я любил молиться, размышлять. вот я как-то ставил под ним, это было 3 апреля 77-го года. Вот. Я молился, помню шум деревьев, как они так колышутся, такое состояние созерцательное было. и я начал петь гимн, который я весьма любил, великий, вот этот гимн баптистский. Я его пел. И вдруг, совершенно незаметно для себя, я начал, я уже пою, чувствую тот же гимн, вроде как, но уже на совершенно непонятных мне словах. Совершенно, многие писательники говорят, я ощутил, что в этот момент у меня что-то вошло, что я что-то пережил. Я не пережил ничего. Я просто стал молиться другими словами, которых сам не понимал. Некоторые слова мне часто не нравились, почему-то часто было слово «зину». Мне неприятно это было. А изменить слово или сказать по-другому не мог? Боялся оскорбить дух ответового. Вот какой страх-то. Если глаголит дух сетт, и как я могу ему указывать, какими словами говорить. Так, я заговорил на языках. Вот. После этого неизвестных мне самому. И никому. И никому. Да. Никто не мог понять. После этого было еще одно переживание. Нет, а как теперь другим-то стало это известно? Всем сестрам или пиесятникам? Кому-то сказал про это? Вот тут был такой момент. Я сказал, вот этой молодой сестре любит писяцентница. Вы помните? Она была здесь, вот на этом месте сидела она. Когда мы первый раз были у вас, она была с нами. И я сказал, но она сразу сказала всем своим. После собрания, я на том собрании говорил проповедь, это была Страстная Пятница, по-моему, стилю ботвистов. Говорил проповедь как раз о рамах христовых, о язвах христовых. Тема была. После собрания они подошли ко мне, поздравляют меня, я понял, что они уже все знают. Потом было еще одно. Об артисте никто не знал. Им я никому не сказал. Знали только пиесятники. Опять и скрыл. Не повел других за собой. Вот. Был такой момент. Я ложусь спать, начинается дремота уже. И вдруг я чувствую, как с головы начинает, меня что-то входит и прямо идет по мне. Идет по телу. Такое чувство, как бы свежей воды может быть, или чего-то такого свежего. Ну, как свежий воздух на горах. Вот. И вот это все входит в меня. И я это ощущаю. Встаю с кровати, становлюсь на колени. И, пожалуй, первый раз горел языками не так, как до тех пор. До тех пор это у меня было как-то... Я при этом ничего другого не ощущал. Ну, никаких необычных у меня ощущений не было. Вот я молился так, так, переходил, ничего. А тут это шло уже из меня, изнутри. Не от языка, а глубже откуда-то. Это шло, шло уже, шло. И мне было хорошо. Вот. Молился на языках. И тут я понял, что я еще больше получил. Надо сказать, это что? Это укрепило мою веру. Потому что баптизм, он тем страдает, что он очень рационален. Там очень много все как-то на умствование все-таки. А здесь вот такое реальное, если я могу доказать, хочешь докажу, что я из Духа Святой, начну говорить на языках. Вот. Вот такое. Слово Божие сразу в другом свете перед ним. Я начал перечитывать Ветхий Завет, и в каждой главе я нахожу о Духе Святом. Везде. Да как же я раньше этого не видел? Да как я этого не видел? Да как это? Везде о Духе, о Духе, о Духе, о Духе, о Духе. Все эти места для меня всплывают. Вот. И такие, например, интересные моменты. Вот сказано, молитесь Духом Святым, Христианом 6, 6 глава, 18, кажется, стих. Вот. Имеется в виду сам за братьев, за других. Я думаю, а как это? Духом? То есть молиться Духом, это имелось в виду не своими словами, а этими языками. А как это за братьев? Я стал молиться, и тут независимо от меня совершенно, я стал перечислять имена. То есть молился вот Духом, как урожащие святники, и перечислял имена людей. Вот это было опять для меня подтверждение, что я Духом, уже не просто на языках молюсь, а молюсь вот за людей. Написано там было, молитесь, кто говорит языками, молитесь, чтобы получили дары с толкованием. Я понимал, что ревновать о дарах, Господи, дай мне дар, это нельзя, ревновать можно о Духе Святом. Вот здесь тоже тонкий момент беседок с пересадниками. Никогда нельзя их винить просто с плеча в том, вы ревнуете о языках. Никто из них о языках не ревнует. Ревнуют о Духе. Это великая разница. А язык для них только внешнее выражение, знамение того, что ты Духа получаешь. Вот. Как только я это место прочитал, молитесь об истолковании. Становись на колени, Господи, дай мне дар истолкованию. Начинаю молиться на языках. Тут же перехожу на молитву на немецком языке, но не от ума, а от Духа. Это было словословие. И вот даже там, где когда я молился на языках, в двух местах я споткнулся. И когда я молился уже на немецком языке, от Духа, именно в два места, вот так, чисто по хронометрам, что ли, я мог бы определить, что именно в тех местах есть и на немецком. Это было для меня как бы доказательством, что это действительно и есть тождество с тем, что это истолкование того. Но когда я говорю на незнакомом языке, это было в Духе, как понимал. А когда желал переводить, то тут помогал уже разум, что я желал. Я желал переводить, а разум не играл. А как это сейчас? Совершенно одно и то же восприятие. По предложению другого? Прямо предложению. Шло словословие. То есть я славил Бога. На двух языках сразу? Нет, сначала на языках, допустим, пять минут, а потом пять минут на немецком, ни о чем не думая. Вот говорю немецкие слова, летят, летят, летят. Вот. И это, и воспринимать, это и есть дар истолкование. И потом, когда я уже спрашиваю опытных крестьянников, они говорят, это и есть дар истолкование. Но этим даром я не пользовался, как некоторые у них. Некоторые у них могут любого истолковать. То есть у меня это было несколько раз. Этим я не мог управлять, я это не мог к себе вызвать. Других не мог толковать, а как он себя? Несколько раз, и сам себя только раза три-четыре. А то не мог. Вот такое было. А повылася момент страха, а как вдруг это не такой дух? Стоило такой мысли появляться, у меня сразу появлялась мысль, я оскорбляю дух. И это сразу гналось из сердца. Ну, бывали такие моменты. Вот я думаю, причем, когда я это получил, если до этого, вот сильно изменился мой внутренний мир молитвенный. Если до этого, ну и что своими словами? Ну пять минут. Ну, а силу ты десять минут, до десять уже и не помолишься. Уже истощаешься, уже и не знаешь, о чем больше говорить. А тут я мог час молиться, это мне ничего не стоило. То есть тут мог идти с дома до университета и здесь пусть молиться. Это мне ничего не стоило. Вот, например, как пойду на собрание, и такие моменты бывали, и вдруг вот такое хры-хры-хры-хры-хры-хры-хры-хры на всю дорогу. Неприятно. А гасить нельзя дух сердца. Вот такие вещи. Ну, а мы стали готовиться поехать в Барнаулск, в Барнаулскую баксистскую общину с молодежью. Приготовили декламацию на тему Анели. Я ее и составлял, молодежь разучила там стихи, прочие. Человек-четырнадцать, сколько нас было. Вот. Мы приехали в Барнаул, в баксистскую общину. Принимал нас Василий Толстенко, который через несколько лет тоже принял крещение православия. Вот. А тогда я рыбокист, противник православия. Через кого он пошел? К Богу? К Богу. Ну, вот. Значит, мы тогда пришли, и здесь в Барнауле была одна сестра, которая училась в техникуме в Томске. Ленина была подругой, кстати. Вот. А сюда приехала отрабатывать. Она общалась в это время вот с Игнатием и с его группой. Это, наверное, Катя Девришадзе. Катя, да, Девришадзе. Вот. И она сказала, что если такой интересный человек, что с ним стоит встретиться. И когда я был еще в Томске, например, что он не стрижет бороду, ну, это мне было бессловно, сразу привлекло, потому что мой старший брат, он бороду носил с начала 60-х годов. И я никогда не сомневался, что когда я стану уже независимым, лет 24, что я буду ходить с бородой. Это мне с детства было. Сразу вот внутренне, что я бриться не буду. Как только услышал, это хорошо. Там ходит, чуть ли не босиком, там прочее. Все интересно. Надо встретиться с ним. Вот. Православный. Теперь, что касается православия. Конечно, с детства научен, что это патция, мертвая церковь, и останется дом ваш пуст. Что все там пусто, ничего нету, мертвые обряды, обряды верия, и больше ничего, идолопоклонничества. Так я все это воспринимал, так и других учил. Грех даже такой. Старая вера, один сейчас, по сегодняшний день, бахист проповедует, даже у них через меня. Ну, хотя он был баптист такой, несколько раз там развелся, курил, пил, а когда, старобрядец был такой, а когда стал баптистом, он все это бросил, теперь по баптисту проповедует. А многих людей привел к баптистам, к десятникам, и на это. Из православия одного единственного. А так, из мира? Из мира, скорее вот так, что из вот этих же немцев, из этих кругов, многие обращались, да. А это православный, ты опять не устроил, православный? Нет, пытался. Попаялся вот. Я? Да. Ну, это было до крещения. До крещения, тут у меня все надо каяться, за каждый день. Ну, как приняли вас тут баптисты? Это приехали, какое время? Ну, приехали, это было в конце апреля, где-то последний день, наверное, апреля, на 1 мая мы, после собрания, или каком году. Там было 77-й год, 1 мая, теперь следующее событие. Значит, нас приглашают, ну, пройти к Игнатию, это Катя, человек 6, или сколько нас было, не все пошли сюда. Вот, ну, целая группа нас была, 7, да? 8 человек. Вот, мы пришли сюда. Сначала, как вы услышали там, и как вас не пускали, расскажите. Кто-то вас против натравливал, что-то, чуть ли не на такси, вы там, говорят, убегали. А, ну, там было так, что, когда только приехали, сразу, мне очень не понравилось состояние этой Барнаульской вартийской общины. Оно хуже, чем практически всех других вартийских общин, которые я встречал. Может, где-то, где они были еще хуже, но из тех, что я видел, это самое неважное состояние. Это, значит, у нас вся двадцатка была, все родственники. Не знаю, кто вы были, но тут какой-то спор, раздор. Вот мы приехали, ну, мы и молодые, еще что. Нас сразу посвятили во всякие раздоры, споры, и все это. Я даже думаю, ну, хотя бы оно и было так. Ну, зачем вы это делаете? Зачем вы меня, вы мне-то все говорите? Я не приехал вас ни мирить, ни ссорить, ничего. Зачем это мне-то все нужно? Мне-то было неприятно. Ну, и сразу тут чувствую, какая-то война против вот этого Игнатия православного. Это была страшная война. Мне сразу предупредили, что ни в коем случае у него. Они приглашают к нему, вот, и все. Буквально каждый шаг контролируется, чтобы только они сделали в сторону, чтобы прийти в этот дом. Прямо подконтрольным. Мне думают, да кто я такой? Я член минусской общины города Каролинбов. Что вы меня контролируете? Все ходят, кто к себе перетягивает, да? Я приехал к вам ведь не для того. Вот это, интересный момент. Сколько я два года был в Сибири, оставался там членом, и он ни одного не привел меня на мисс, а всех приводил в баптизм. То есть, если баптисты жаловались на пятидесятников, что они ловят из чужого ведра, то я говорил, а я ловлю в чужое ведро. То есть, все, что я тружусь, практически не для моего даже общества, а все сюда. Вот это меня нисколько не смущало. Но вы не пытались, когда слышали, что они там против какого-то там воюют православного, узнать, старо, сначала вины, за что? Нет, ничего. Мне было интересно с ним встретиться по тем свидетельствам самым скудным, которые я имел. Я хотел встретиться и, конечно, уже все, что они там против говорили, это я мог прям при них, при всех пойти сюда. Мне это было, кто они мне такие, чтобы я их слушал как-то или что. Вот это меня даже возмутило внутренне. Почему это такое, так поступало? Я к вам приехал в гости. Вот. Почему такое отношение? Это вот было такое. Теперь, что касается православия. Когда первые мысли о нем возникают. Самый первый, это еще когда жил в Караганде, то есть я имею в виду теперь не негативный. Это книга Владимира Солухина «Записки русского музея». Когда я это прочитал, до этого, я, кстати, очень любил в детстве рисовать, когда школьником был, художником хотел стать. Было такое время. И не понимал, вот разглядывал иногда иконы, мне всегда было непонятно, что они рисовать не умели. Какие-то длинные, тонкие пальцы, еще что-то. Это для меня было совершенно мертво все и непонятно. Но я списывал все, что это был примитированный уровень техники живопития, что не умели просто. И вот этот Солухин с его записками русского музея. Вдруг совершенно иначе все это представляется. Там именно иконопития многое. И мне понравилось. Очень понравилось. Второе, на третьем курсе, еще тоже в Караганде было, это Достоевского братья Карамазовы, старец Зосима, Алеша. Когда вот это прочитал, мне понравилось. То есть это первые положительные какие-то чувства, эмоции или как-то сказать о православии. Вот. Ну и пожалуйста, до приезда в Барнову. Православин. В жизни я с ними не встречался, никогда не имел никаких споров. Все раз говорю, тот старовер, он был неверующим. Фактически. Он пришел, он после нескольких разводов, пьянства и все. Вот такое. Сирой материал, необработанный. Да. Но грех все равно на мне, потому что он меня еще спросил, а как же иконы-то? Ну я сказал, это у них там в семинаре помимо Библии есть еще другие книги, которые они признают. И вот там об иконах, а в Писании об этом ничего не говорит. Вот такой грех же мной есть. Слава Богу, нету, был. Вот. Теперь что значит? Вот когда мы пришли сюда, к Игнатию, первая беседа. Беседа была по Слову Божию. Сначала предложила было нам, чтобы мы задавали вопрос. Ну как-то не подготовлены к беседе, не знаю, что за люди, кто, не знаю, о чем толком и спрашивать. попросил, чтобы мне задали вопрос. Был задан вопрос о том, как понимать, что в двух вещах Бог не может солгать евреям, шестая глава. И я не смог отидеть. Интересно. Первый же вопрос, значит, я говорю, новые задачи. Первый вопрос я не могу ответить. Вот. Как-то так. Потом притча о десяти девах. Потому что эта притча, они очень много проповедуются в сектанстве. Одна из их любленных. Вот. И естественно, я знаю ее толкование. Я и говорил толкование этой притчи здесь. Вот. После этого мне Игнатик говорит, все ложь. Урала, думаю, ну говори правду. Вот. Начали разбирать. Ну и что? Ничего не осталось от всего моего толкования. Все было разбито и тут же и сознался, что все неправильно. Это мне странно показалось, что такую самую простенькую притчу и мы ее толкуем неправильно. И вообще меня потянуло сюда. Мне все тут понравилось. Пошли, это было утром или в обед где-то, пошли на вечернее богослужение в Апийское и оттуда опять сюда. Вот тут как раз пришлось удирать чуть ли не как-то тайными способами через какие-то запасные двери или что там, не знаю. Вот. Алла, кажется, меня проводила там, как-то вытаскивалась, увлаждала. Потому что они уже видели, что видно сюда, спрашивали, где ты был и что, куда. Вот. Вечером пришли сюда. На вечер у меня был вопрос, месяц всего прошел после того случая в Сетевизисятнице. Всего месяц. Вот. И мне больше всего интересовал вопрос о крещении Духом Святым. Я еще об этом не говорил ни одному баптисту. И Лида об этом не знала в то время. Ни одному ненамиту. Никто. Знали только певисядники, что я имею. Этот вопрос меня интересовал, я его задал. Вопрос о крещении Духом Святым. Мы проговорили мы об этом вопросе до пяти утра. И говорили, собственно, не об этом вопросе, а о водном крещении, о его смысле и значении. Ну, передавать эту беседу не буду, она есть на записи. Вот. Эта беседа, конечно, меня потрясла совершенно. Что меня потрясло? Мы, ну, что неманицы, в принципе, тот же самый, где на баптизме возникает, то есть, неманицы баптисты. То есть, чем наше самое сильное место? Крещение. Мы лучше других, вот пятидесятники лучше других понимают пятидесятницу, языки, субботники, субботы, а мы крещение. То есть, это наш самый сильный момент. И вот в этом самом сильном моменте получается, что мы ничего не понимаем. И хорошо бы ничего не понимаем, ничего не имеем. И вот, это, конечно, мне страшно сразило, что в самой простой притче мы ничего не понимаем, и в самом основном вопросе спасения опять ничего не понимаем. Вот. Беседа, это, конечно, срезало очень сильно. Поражала еще убежденность, которой толковалось Писание Что его понимать надо так и только так И выше этого понимания Писания быть не может Это говорит, высшая инстанция Мы даем вопросы, высшие инстанции Высшие не отвечают Я думаю, что это? Или какая-то совсем подменинская гордость Или что сие? Почему это вот человек отвечает и говорит А выше этих ответов быть не может? Он объясняет, потому что эти ответы не его А это он читал у святых отцов То есть как в Писании толковали святые отцы Который открытым духом святым Да, и выше этого, высшей инстанции на земле нет По толкованию Писания Ну толкование-то хорошо, но я получается не крещен А тут же мне доказывают, что не крещен Значит не прощен Я залетел уже в высшей материи Говорю на ангельских численных языках А теперь возвращаюсь к началу Прощен ли мне грех? Вопрос моего, который я задавался в 10 лет Снова все сначала Прощен ли мне грех? И у меня больше покоя нет А прощен он мне или нет? И тут пошел сумбур и каламбур уже все Конечно Приехали домой Эта беседа сильно, конечно, очень сильно подействовала Сразу стал искать Пошел в библиотеку, взял Истоф, или кто написал Вот в сфере атеистическое православие Вот эту книжку И начал искать из атеистических книг Потому что других не имел О православии Вот Потом литеранскую историю церкви взял И из нее стал читать И как я после той певесятницы Когда читаю, мне все о духе святом Теперь атеизм читаю И все о православии говорит И везде вот это все всплывает Все вот это Вот Потом еще Сильно мне помог православию прийти Лев Толстой У брата у него есть Его Именно религиозные его труды И там у него есть работа Критика догматического богословия Что там очень хорошо в этой книге Мелким шрифтом берется из Догматического богословия Макария А крупным он пишет свою критику Критика мне сразу Еще в баптизме сразу вижу Что это Вообще отрицание Троицы Бога Что это ересь из ересей И даже уже дальше Я не стал читать все подробно А меня интересало Именно мелким шрифтом Я все себе это переписал Вот так из атеизма Из Толстого Из ветеранской истории Выбирал крупицы о православии Православной книге в глаза не видал Вот Вот переписал это Значит из догматического богословия Ну а дальше что Дальше шли уже поиски Сильные поиски всего этого То есть тут Наконец я был растормошен до конца Что же получается Минамитство, Балтизм, Пятидесятница, православие И тут сразу вопрос ставлю Самый корень Все религии надо смотреть Так уже не пойдет И настал такой момент Когда я сказал сам себе Я ничего не знаю Я вообще ни в чем не знаю Где она истина Я не знаю Но какова бы она ни была Господи покажи мне Единственная истина В которой я никогда не сомневался Что есть Сущий Есть Бог И вот я говорю Вот ты мне ее и открой Где истина Какова она будет Где она будет Будет она в Пятидесятнице, православии Минамитстве Где бы ни было И как бы ни было Вот какова будет Таково ее и примут То есть вот настрой Настрой когда До конца и с корнем Была выдернена вся предвзятость Которая до этого Конечно всегда бывала Вот бывает Представляешь Какое-то место встание Ого Только оно же не совпадает С нашим учением Внутри неприятно Потом раз-раз Натолкуешь Перетолкуешь Ну все хорошо А вот тут вот такое стояние Ну тут тоже долго Все рассказывать На разных переводах Теперь скопулезно Сотни раз Читаешь Деяния 2.38 Колосянам 2 Офисянам 5 И прочие места О крещении О причастении О прощении грехов Вот вокруг этих вопросов Вот Иногда до какого-то Даже умопомрачения Ну уже ну совсем Ну вот ставить И то не так И то не так И ни на чем Остальное Если не могу Вот Помимо этого С пути Познавательного Рационального Шел параллельно И все другое Например Почему-то пошел И купил бренд Посмотрел На задней стороне Спаси Сохрани Не понравилось Талисман Отложил в сторону Вот Ну купил его Вот Потом поехал В летнюю школу В Волгограде была Там Всесоюзная школа По квантовой химии Ну и на нее я поехал Был от университета Послан И когда значит Когда значит Поехал туда Например Был такой момент Там мы жили В палатках В лесу На берегу Волги Как-то пошел Молиться Не знаю Почему Зачем Друг стал на колени И перекрестился Ничего Никаких Переубеждений Ничего Просто взял И перекрестился Перекрестился Совершенно неправильно В общем Держал И не как староверы Но что-то на вроде Два пальца Вытянул Как-то вот так И крестился Как сейчас пьяница Крест На лоб На оба плеча А потом вниз Вот так вот И с того времени В тайной молитве Всегда стал креститель А я проповедую В Балтийской кафедре Вот Никто ничего не знает Ни про языки Ни про кресты Ничего Я в Балтийской кафедре Проповедую Вот Но проповедую Постоянно Носят Какой-то Новый оттенки Получают Вот сейчас Даже просматрив Балтийские проповеди Цитаты Человек Там Московский Ефрем Кирин Англосаус Они-то все Этого не понимали Типа не понимали Они-то Меня давно остановили А им там Что говори Балтийских Человек Не понимали Просто Не слышали Этих имен Даже Мало ли что Ну брат грамотный Что-то там Приводит Цитирует Вот Потом например Ну вот как После этой школы Возвращаясь Я заехал к Игнатию Это была вторая встреча И когда я красил Да-да Когда красили на работе Время у него никакого не было Вот Поэтому прям он продолжал красить А я бегал под низом Под лестницей Разобрали весь апокалипсис Тогда Ну слава богу Как раз Оба знали все тексты Так что Оставалось Только говорить О толковании Один священник Хорошо изучил Священное писание И Подстроился Под Баптиста Проповедника И там Проповедовал И стал у них Пресвитером И всю эту общину Первый спитал В православном духе И убил ее В православной церкви Вообще Не узел Привел Привел Меня интересует Вас не смутил Это у меня редчайший случай Когда я не смог За человека уделить Определенное время Не смутил Наоборот Я в этом видел Что люди Здесь занимаются делом Вот Нисколько не смутил Он там красил Я бегал Значит Под низом Вот Ну вот так вот И вот Был и краткий Причем беседы Не носили такой характер Как многие беседы С другими сектантами В основном было так Задавая вопрос Например о причастии Вся наша беседа Почему Вы верите в преступление Да На основе чего Сиге есть тело Мое Сиге На основании Тот слова Сказалось Значит Все Больше у нас Никакой беседы Никакой беседы Не было Тут иногда Тратишь Годы Даже И уж Чего только Не приводишь Вот это вся беседа На этом была И сразу Как-то куда-то туда Все вдалбливалось И там Крутило И ворошило Вот Потом Помню От него Шли Ну вот я говорю А как культ Святых у вас Он Богородица Деву мне Прочитал И вот это Слово И блажат Меня Отменить Все роды Все Вся беседа Когда уже Уходил от него Шел По железной Дороге И вдруг Начал Призывать Богородица Так Прочитал Богородица Вот так Даже Бессознательно Как-то и пошел Дальше Вот такие Моменты Ну потом Приехал в Томск Занимался Там Научной библиотеке В Томске Значит Есть Религиозная Литература Потому что Университет Дореволюционный И там Восточная Патристика Практически вся Западная Мало Вот Ну и что Интересно Я стал писать Там такие Прошения Пишут Подаю Сначала Вроде Отказы Ну не буду Рассказывать Все как К чему Короче Мне книги Начали давать Первая Была Амбросия Меделандского Там Слова Пастырях Тертулиана Труды И Первый Том Вот эти Три книги Первые Которые Мне дали Потом и другие Там был И Ренелионский И Ютин Мученик Вот И Догматическое Богословие Макария Брал уже Теперь Не Солстого В чистом Миловиде Вот Это Меня опять Потрясло С той поры И по сегодняшний день Я не люблю Больше читать Чистанские книги Они мне Неприятны И Неинтересны Вот Хотя Знаю Что многие Православные Им это интересно А мне это Неинтересно Потому что Я столько Нахлебался Этих Мутных Потоков Что Когда Впервые Пил Из Чистого Тут Больше Не захотелось Я был Присыщен Теми Потоками И тут Конечно Вот В течение Примерно Месяца Я занимался Приходил Утром Уходил Вечером И сидел За этими Книгами Это раскрылся Совершенно Новый Мир Вот Все В ином Свете Это Как Магнитом К себе Все Тянуло Ну а потом Дальше Что было Пошел Купил себе Иконку Сергия Радонеж Иисуса Христа Первую Купил Вот Она у меня Уже лежала Вот так А у Бартиста Все проповедуем Вот так А вот это Все как-то Внутренно Стихийно Происходит Приехала Опять Это Катя Из Барновл К нам В гости В Томск И вот Говорит Тоже нам Ничего Не сказала Потом Мы узнаем Что она Уже в это Время Была Крещен Она нам Ничего Не сказала Она Говорит Вот Есть Батюшка Один Новосибирский Хороший Батюшка У него Много Книг И с ним Стоит Треться Она Там На кладке Конверта Написала Его адрес Он У меня Еще Сяд Лежит Вот Этот Адрес Наспиловаров Александр В Томске Там В ее партиальном управлении Он секретарь Перепископа Вот К нему Я учусь На пятом курсе Время было В общем-то Потому что Лекционные занятия Все кончились Я занимался Практикой Дипломной Работаешь Я поехал Поехал Ну вот Никуда Ни он Меня не знает Ни я Не знаю Никогда Нигде не бывал Ни одной службы В храме Не отстоял Вот Поехал К нему Приехал Рано-рано Утром Поезд приходит Московский Пошел в храм Первый пришел В храм И вот тут Новый момент Когда я подошел К храму Я перекрестился Поклонился А до этого Уже увидел Как православное крест И уже крестился Правильно Научился Совершать его Правильно Крестное знамение И впервые При людях Первый раз Сойдя в храм Я перекрестился Входил в храм Крестился Никто конечно Меня от православного Уже отключить не мог Потому что Я стоял Крестился Вот Начинается Ранняя литургия Потом Поздняя литургия Ничего Богослужения Еще Такого Я не понимаю Бесконечный поток Молитв Которые читаются А поздним Служил сам Епископ Владыка Гидеон Вот Тут кстати Еще интересный Такой момент И Владыку Я увидел Не первый раз Первый раз Я увидел До этого Еще в Томске Вдруг я услышал Что потому что В храм Мне стал нахаживаться Но там Ничего я не мог извлечь Потому что Люди не беседовали Как-то со мной Ничего Вот Слышал что Владыка Проедет Мне было интересно Я даже Несколько дней Ходил Все чтобы его Выследить И как раз Пришел Когда он Уезжал И вот Тоже хорошо Помню Выходит Он из этого Дома Где батюшки Живут Машину Ставят Его проводят И поют Спаси Христе Божий Это такая Семящая Грусть Сердце Потому что Историю Всегда любил Читал много По истории И вот Я ощущал Каким-то Внутренним Таким Вот это Епископ На его голове Были руки Апостолов По непрерывному Превенству И какая-то Грусть А у нас Вот Есть какие-то Пресвятера Они вроде бы Как епископы Но они вроде бы Как бы А вот это Епископ Вот Вот такой Вот Внутренная Тяга К всему Но когда Приехал В Новосибирск То значит Стал Что ж Спрашивать Где же Этот отец Александр Ну вот Мне показывают Вот Рядом С архиереем Батюшка Стоит Это он И есть Отстоял Я поздний Все молебны Короче Часов Семь Наверное Все это Прошло Ну естественно Они уехали Конечно Я до них Не мог Доступиться Они все Уехали А я ни с чем Тогда Я значит Позвонил И приехал В управление Приехал В управление Прихожу К нему Вот Он конечно Меня не знает Я его не знаю Я говорю Я интересуюсь Православной литературой Свято-Отической Понятно Ни один батюшка На такой вопрос Не вынет И не даст ничего Он Ну не знаю Говорит Там в Томске Чего батюшек Сейчас у кого есть Поинтересуйся Он Вот Принял холод Так Мне даже Странно показалось Вот А потом Через некоторое время В отдельную комнату Вел Никого там не было И тут у него Как все лицо изменилось Смотрю Любовь Ласка Добро какое-то И начинает Со мной беседовать Побеседовали Очень так хорошо Вот Я ему сказал Кто я такой И чего я ищу Он тогда взял Посадил меня на машину Отвез к себе домой И запер Можно сказать Свою келью В ней я прожду Неделю Вот А там у него Богатая литература Святоотеческая Что не спрошу Читай молитв Никаких споров Бесед со мной не вел Первый вечер Там еще был Аким Теперь батюшка Вот Он был кочегаром Тогда Вот Были мы Ватца Александра И он дал нам Григория Богослова Нам слово на крещение Сороковое слово Григория Богослова И я его читал вслух Это был первый вечер Ватца Александра Когда читал Оно уже всего Меня переворачивало Надо креститься Надо креститься Батюшка был Сильно уставший Заснул Я чувствую И неудобно А не могу Пошел Разбудил Он на сундуке Там где-то Прилег Батюшка Говорю А там у Григория Еще сказано так Если тебе вечером Захотелось креститься Не откладывай на утро Потому что утром Не будет расположения Я говорю Батюшка Что мне делать Он так безучастный Я так думал Вот я бы на его месте Я бы сейчас похрестил А он так Ну читай молись И дальше Попадай Вот Ну что И так неделю Я у него просидел Много читал Все это Сильно на меня подействовало Прошла эта неделя Он мне покупает билет Дает мне их в руки И вот Теперь Езжай домой А когда Захочешь креститься Так я думаю Ну я же хочу Я же даже просил вас А он вот Когда захочешь креститься Скажешь Все вода Что вас броняет Я приеду Ну и проводил меня На самолет И езжай Вот Хотя стоило ему Ну пол слова И я бы крестился В тот момент Он этого не сделал Я опять лечу в самолете Думаю Вдруг упаду Я же не крещен А грехи-то не прощенные А вдруг крещен А вдруг прощен И опять борьба Вот вся эта И пошел опять Вот Когда приехал Пошел опять На то свое место У кого-то мипа То самое дерево Уже Вот И опять там молился Долго молился Никак уже не мог Ну ни то ни все И потом наконец Уже иду Уже в крик какой-то Изнутри Просто из души Ну господи Да хоть сколько раз Я еще перекрещусь Но лишь бы я был крещен Мне же все равно Ты мне открой Где мне надо Естественно при этом Глаза были закрыты Когда открыл глаза Я стоял перед Водонапорной башней Здоровая Она сейчас Водонапорная башня Я пошел на почту И дал телеграмму Чтобы он приехал Меня крестить А это было Прямо вот я приехал В тот же день Ну кажется Мог бы утром Дал телеграмму И позвонил Потом по телефону И он заставил себя Ждать две недели Через две недели Потому что он не мог По телеграмме Он секретарь архиерея Вот у него получилась Какая-то возможность Он приехал в Томск Вот и 14 декабря 77 года Я был крещен В Томске Воспринимал Отец Николай Белецкий Сейчас в Белгороде Служит Батюшка Отец Роман Благочейный Томский Присутствовал при этом Вот Отец Александр Пиловаров Крестил меня Так я был Где крестили Там в Баттистере Да Там есть Специально Он же Когда раньше Еще он был В свое время Благочинным Томским Он там построил Купель Для взрослых Там полным Погружением На русском языке Он крестил Вот Принял такое крещение Это конечно Изменилось все Дальше уже пошло Все как-то иным путем Уже не от писания Вот иду по улице Вдруг мне стало понятно Что детей надо крестить Вот тоже Многие упираются Вот не докажут Что детей надо крестить Не стану православным А до меня это дошло После своего крещения Только Вот И после крещения Все сразу Как вот С глаз Все спадать Стало Буквально В короткое время Все стало понятно Все догматическое Богословие Да и То есть Принял все Иконы И кресты И все А крест Да кстати интересно Еще до крещения Вот из Новосибирска Когда вернулся Вот две недели Говорю застал ждать Там он дал мне 17 номер Богослужебных трудов Там отца Павла Флоренского Философия культа И вначале там О кресте Когда я прочитал Тот крест Который я сначала отложил Я его надел на себя И еще не крещен Православие С крестом на груди Проповедовал Вообще А когда у вас была То, что вы в Новосибирске Пришли и там Натолкнулись на настоятеля Та Дмитрия И стали про меня Спрашивать Расскажите Как это было А вы еще не знали Что у нас какие-то разногласия В чем-то есть А вы решили А это тогда и было Как это было? Ну когда я все пришел Я все втыкался Не знал где найти этого батюшка Вот мне говорят Ну вот батюшка Я подошел к нему Я не знаю Говорю Ну вот как отца Александра Найти что-то Ну как Ну будет служба Приедет он Секретарь архиерея Вот а что вы Кто там Ну я говорю Я значит Интересуюсь православием Так Ну а тогда Ну думаю еще чтобы Ну вот говорю Игнатия знаю Верующий такой Барнауле Вот Ну тогда Он сразу среагировал так Что я понял Что говорить этого не надо Вот Что между ними Какое-то несогласие Ну это меня все не смущало Вот многих смущает Что там попытки Или другие Я это знал Это меня не смущало И то что у них Какое-то разногласие Это меня опять не смущало Но опять промышлительно Вот этот отец Дмитрий Который Встретил меня тогда Вот так Как-то Ему потом Господь Судил меня Подводить к престолу На пресвитерскую хератонию Он меня подводил Так я стал православным И более Как православным Когда я крестился Я тогда задал вопрос А какого я вероисповедания Я не знал Я знал Что через крещение Я получил прощение грехов И вошел В вселенскую христианскую церковь В ту Которую основал Христос Которая апостольская Если бы мне в том момент Сказали Ты православный Мне бы даже странно Дико Как-то это звучало Потому что слово Это у меня еще звучало Так Всеми старыми оттенками Православные Это значит Что-то не мирское Грешное Вот так То есть Не было у меня выбора Вероисповедания Речь шла Именно о спасении Речь шла О поиске истины И прощения грехов Возрождении Благодати Духа Святого То есть Речь шла об этом И я понял Что это я теперь все получил Что Бог мне простил Возродил И дал Духа Святого А какое церкви Исповедание Это я и не понимал Еще даже Толком Это все придет потом А в это время Вы учились еще Или уже работаете Учились на пятом курсе Вот Через две недели После этого Бороду например Стал отпускать Как-то сразу все пошло Вот Уже без научения Так я получил Прощение Грехов Благодать Божия Стал верующим А тоска какая-нибудь У вас была Что вы теперь Теряете связь С родственниками И пятьдесятники Остаются где-то позади Теперь непонятно Что же в меня Может быть там Входило Когда я думал Что это Правильно Вот это толкование Языков Вот об этом В этот момент Когда приходили К православному крещению Был момент Как и все прочие Как моменты Например Притечения Вот как например К моменту Притечения пришел Бился несколько И вот вдруг Читаю десятую главу Коринфянам И что причащаемся Одного тела Ну почему Вот в этот момент Вдруг мне Стануло понятно Ну и причащаемся Тело И все И мне стало Так стыдно Что я так долго Учил людей Иначе Что я этого Не понимал Что я не дерзнул Молиться к Богу Я тогда Встал на колени И попросил святых Чтобы они Помолились Для меня Так произошло Мое первое призывание Святых Когда я Ощутил Просто Ощутил Что я не могу Я не достоин Богу Молиться Как Да мне Стыдно Даже Что вот Учился Учился Грамотный Грамотный И после Сея Грамотный Остался Самым Безграмотным Самый первый Вопрос Спасения Ничего не понимаю И многих Водил Заблуждение И тогда Я только Просил святые Ну хоть Вы за меня Помолитесь Вот так Я первый раз Пришел К этому Автоматически Сразу Этот вопрос Разрешается С языками Да Потому что Сразу же Возникает Вопрос Второго Таима Мира Помазана Я имею Духа Святого Или нет И даже Это было Уже на последнем Этапе Во мне Труднее Когда я уже Понял Что просения Грехов Нет Возрождение Нет А Духа Святого Все таки Еще Что и Его нет Мне трудно Понять И тут Прибег Даже К деяния Десять А как Корнилий Возрождение Нет Крещение Водного Нет А Дух Святой Уже Зашел На него Загорел Языками А я Вот Под эту Марку Себя Значит Еще Этого Ничего Не имею Но Духа Уже Имею И вот Это Сломить Это Было Самым Последним И может Самым Трудным Вот Этот Момент Что Все таки И Духа Святого Я Не имею И Его Я Должен Получать В Таинстве И тут Даже Колебания До самого Конца Были До самого Таинства А О Крещении Лидова Узнала Она Узнала Когда Я Уже Был Крещен Но Волоси Не Высохли Сразу Утром Было В обед Узнала Как Она Восприняла Это Спокойно Она Тоже Была Открещена Через Две Недели Она Поехала На Исповедь Ну Кстати Катя Больше Не встречался Как Женщик Встречались Уже На Православной Так Она Раньше Православной Стала Отец Александр Полное Погружение И на Русском Музыке Уже Стрестил Да С ней Встречались Ну И вот Проходит Время Что Вы Теперь Как Православного Баттистов Продожаете Проповедовать Еще Ну Это Уже Было Очень Да Уже Терри Окрещен Это Было Значит Если 14 Декабря Окрещен То Где-то До Весны Я Еще У них Проповедовал То Проповеди Все Строились Так Чтобы Их Мог Наравных Принятие Православной Баттист По Толкованию Чтобы Ни Тот Ни Другой Не Мог Придраться А Призывание Класс Ни Такое Наравственное Наравственное А догматически Я уже Лавировал Тут Приходилось Очень Даже Лавировать Чтобы Туда И туда Не Солкнуться Потому Что С кафедрой Не Стал Говорить Ну Вскоре Все Выяснилось Сам Пресс Виктор Задал Вопрос Мы С ним Беседовали Я Ему Открылся Сразу Все Братья Собрались Вот Братья Собрались Я Им Высказал Своё Убеждение Свет Тут Же Был Запрещен В проповеди Запрещен Работа С молодежью То есть Оказался На последней Скамейке Вот Сразу Же Отстранен Тут Же Написал Пресс-фитеру Карагандинскому И когда Уже Летом Поехал В Караганду Там Был Поднят Вопрос Сразу Же Конечно Пошел Пресс-фитеру Сказал Ему В каких Вопросах Я Не Согласен На всём Дело Вот Пресс-фитер Должен Ехать На конференцию Всемирную Менонитскую В США Поэтому Ему Было Некогда И всё Страшной Спешки Ни Одну Беседу Даже Не Произу Скорагандин Со мной Ни Одну Вот А сразу Членское Собрание И на этом Членском Собрании Был Отлучён Отлучён Отмен И воспринял Это Как Отлучение Своё Севтанство Отсечение Отсечение От Привит Да Да Привит То Вроде Раньше В крещении А тут Уже Именно То есть Нисколько Меня это Не смущало Вот вы Спрашиваете Смущает С первого дня Не смущал Меня никогда Вопрос Взаимоотношения С родителями С братьями С прочими Семьми Другое Дело Я не ожидал Что реакция Будет Такова Какова Она была Это Для меня Было Неожиданно Я думал Что реакция Будет Другая Но Это Прощение Грехов И Спасения И то Что я Это Получил Это Для меня Было Смело Другого Мне Не было Нужно Никаких Смущений В этом Деле Никогда И не было Тоже Ну и Потом Как Уже Православный Продолжаете Заканчивать Университет Да Заканчиваю Университет Значит Отлучен Из Минонитца Тем Из Всего Сектанства Вот Оставлен Работать При Кафедре В Томском Университете Веду Семинарские Занятия С студентами Вот Тут Уже Как-то Все Внутренне Было Раскрепощено Иначе Стал проводить Беседы Один Студент Крестился Вот Беседы Проводил Там В больнице Об этом Когда-то Рассказывал А где у больницы Оказались В покой Прочери А военкомат Меня стал Брать В армию Вот Ну и там В армию Не хотел И не хотел Не потому Что не хотел А по убеждению Что нельзя Этого делать Вот Ну а Недуга физических У меня есть Я им сказал Ну меня положили На обследование Такой был Первый этап Этой эпохии Вот Положили на обследование И там Межвузовская больница Там Только студенты Преподаватели Всех вузов Томских С ними Приходилось Беседовать Проповедовать После этого Мне было сказано Чтобы я ушел По собственному желанию Из университета Потому что Продолжать Быть преподавателем Университета Я не могу Потому что Я верующий Вот И я согласился На это Почему? Потому что К этому времени Уже полностью Созрело решение Что наукой Заниматься не буду А целиком Посвящусь Служению Богу Только еще Не знал В какой форме Вот А то что Служение Богу Это уже было точно Поэтому я думаю Я могу Взять законы Настаивать Что они имеют права Но это бы только Привело К скандалам К всему прочему А раз я внутренне Уже был Совершенно Я даже думал Так Могу отработать А потом постараюсь Как-нибудь Открутиться А тут Мне самому Предлагают Я тут же Соглашаюсь Подписываюсь По собственному Желанию И становлюсь Пономарем С этого С этого Началось Служение Церкви Теперь Сколько времени Пономарем Десять месяцев Был Пономарем В Ачинске Потом Дьякон Потом Послали Мне на клирос На послушание Козыл Четыре месяца Потом Дьякон Двадцатого Года Дьякон Священник А священник Сколько А вот Второй месяц Что ли Был Два Уже На Савгурс Этот вопрос Как-то я Поднимал Вот вы Все-таки В мире Были свидетелем О Христе А потом Приверяя Сектанство Православие Стали говорить Вы конечно Никогда Не забывайте Кто вы по национальности Что вы Немец И для вас Сектанство Это близко Писание Вы знали И Как наблюдательный Человек Все-таки С образованием Вы наблюдаете Себя реакцию Как люди Смотрят На вас Вот внешний вид Ваш так резко Изменился Бороду Не подправляете Нигде Так Как-то Хазоветний Патриарх В молодые годы И как Вот люди Выше Воспринимают Или Реагируют Когда Раньше Вы говорили им Или когда Сейчас в православии Разница такая Раньше Еду в поезде А самого совести Вметают Что вот я еду Рядом едут грешники О Боге ничего не знают А я еду Им ничего не говорю Но как к ним Подступиться Из чего начать разговор Никак не мог понять Беседы бывали Но они достигались Трудом Потому что Надо было Начать какой-то разговор Посторонний А в постороннем разговоре Зацепиться За какое-то слово И перевести На духовную беседу Так поступало То есть Например Раз речь зайдет О красоте А что есть Истинная красота Или О снице Еще что-нибудь И так Приходилось Самому Переводить Беседу Другого русла А после кресения Все стало иначе Заходишь В вагон Смотришь В соседнем купе Говорят про семинарию А там Что-то Заговорили о Боге Там про Попов Что-то говорят Вот Потому что Не приходилось Это Беседу Начинаю Обычно Не я Теперь А они Сами У них Разговор о семинарии Уже После того Как на вас Не посмотрели Да Увидели Молодой человек С бородой Поезд тронулся Перекрестился Ну уже тут Говорить не надо Беседу они начинают Легче Теперь Время прошлое Вы в крещении Раскаялись В чем вас Осудила Ваша совесть Да В этом вы Не сомневаетесь Что так оно есть Но теперь Вот уже Рассматривать Меня интересует Момент Пятидесятничества Что это было Говорить о том Что это было Я никогда Не дерзаю Знаю Что это было Ну как сказать Это было Не от Бога Но через это Я шел к Богу А ваше мнение Как это Вы рассматриваете Хотя вы не испытали Не столь компетентно Ваш будет ответ Но все таки Какие у вас мысли Вот вы в батарее молились Поскольку Списеды Они вне Церкви Находятся Господствует Конечно Там Дьявол И Старается Людей привлечь Чем Прелести Как будто Дух святой Сошел на них А это в основном Действие сатаны Вражесилы Он этим самым Удерживает Все Это явно проявлялось В непотребных Словах Когда они получались Потому что Дух святой Не может Все таки Какие-то Непотребства Вызывать А тут Но только на Непотребствах Тоже не устоишь Тогда человек Отшатнется Поэтому Лукавый Обычно Говорит Благозвучно Но Он не может На этом Удержаться Так же Как Матершинник Когда Среди Порядочных Людей Не материться Но Удержаться Ему Очень Трудно И Там И там Все равно Грубости Проскочат И только Вышел Начнет Материться Вот Мы Вроде С языками Так Вот Если Сейчас Вы Встретитесь С братьями Баптистами Которые Нам Очень Близки Или С каким-то Ксензом И он Вас Приветствует Лапзанем Святым Вы С ним Поцелуетесь Я Могу Всякого Человека Поцеловать Как Брата Сотворенного Богом Даже Некрещенного Но Это Не значит Что Я Признаю Его С Братом По Благодати И Что Я Гру Что Ты Брат Нет Этого Я Не могу Сделать Я Могу Только Это Сделать Человеком Православным Человеком Который Крещен В церкви А сейчас Вас Встречает И знакомый Допустим Мой Кардинал Католиков Я его Лично Знаю И он Вас Приветствует И Протягивает Руку И Желает Вас Поприветствовать В обзании Святым И Вы От Него Откажетесь Католиков Нас Католиков Я Сегодня Это Разумею Я Приемлю Что Все Церкви Апостольские Имеющие Непрерывно От апостолов Рукоположение Что В этих Церквах Таинство Совершается Что Что У них Там Есть Заблуждение И Проте Это Другой Вопрос Но В том Что Там Совершаются Таинства Вот В это Я Верю Вот В этом Смысле Я Приемлю И Как Братец Но Каноническое Общение С ними Не имею Церковь Уже Это Признала На Соборе Семидесятом Году Наш Каноническое Вообще Никого Нет Она Признала Только Что Ну Что Это Тоже Церковь Что Это Не Православным Разрешено У них Пресвящать Секрет Разрешено Да Теперь Ну Вот Собор Семь Семь Да Если Сейчас Встречаются Пятидесят И Конечно Мы Сравнить Его С Баптистам Не можем Тем более Знаем Что В нем Есть Этот Дух Есть Опасность Приветствовать Через Лапзане Оказаться Зараженным Этим Духом Есть С Пятидесятниками Надо быть Очень Осторожным Пятидесятник И Баптист Великая Разница Баптист Это Человек Неправильно Уверовавший В Бога Уверовавший В Бога А Пятидесятник Это Человек Который Хотя У Баптиста Есть Одержимость Есть Иногда Надо Не переубеждать А Бесов Изгонять Вот А В Пятидесятнице Ну Тут Уже Целиком Это Гораздо Сложнее Потому Что В Пятидесятнице Уже Непосредственный Дух Это Одержимость Она В разных Степенях Вот Этот Пятидесятник Этот 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 Все Горят На языках Но Не надо Думать Что У них У всех Один Дух У них Очень Разные Степени Один Может быть Всего Лопочет Как Ребенок Вот Любой Знать Сейчас Может Взять И Извергнуть Уся Поток Никому Непонятных Слов Вы Признаете Собор В каком Году Было Семьдесят Да Признаю А Шестьдесят Первый Собор В шестьдесят Терем Году Повторите Что На нем Было Я Не помню Через День Старост Двадцат Нет Не признаю Я признаю Только Церковная А это Предательство В церкви Было Для меня Армяне Корцы Семьдесят Нет Мне не Собор Я сказал Мне решение Собора Я и до Собора Признавал Собора Только Теперь Мне можно Другим Об этом Говорить Чтобы Они Не Сопротивлялись А Я признавал С первого Дня Обращение У меня Широкий Взгляд На Это Христиане Широкого Профиля Так Теперь Скажите Если Это С какого момента Вы считаете Нет опасности Лично вас Приветствовать Лобзанием Святым Как Но так Как Вы имели Этого Самого Духа А кто Имеет Тех Опасно Приветствовать С какого момента Нет опасности Вас Приветствовать Лобзанием Святым Крещение После Крещения Значит Вы не Представляете Себя Такой Опасности Нет Изгоняется Дух Потому Что Перед Крещением Совершаются Четыре Заклинательные Молитвы И Непосредственно Из женизни Год Всякого Духа Нечистого Говорит Там Духа Прелести Духа Лукаса То есть Все эти Духи Изгоняются А сами Вы не Почувствовали Что Что Изгоняется Или До Вас Только Достиг Эти Слова Или Не Поверили Не Почувствовал Физического Ощущения Я Не Могу Сказать Что Я Почувствовал Но Я Потом Почувствовал Что Я Совершенно Не Тот Кто Был И Даже Сейчас Мне Иногда Очень Странно Бывает Вспомнишь Прошлое И Даже Не Ощущается Что Это Был Ты Когда Вас Это Раньше Обижали И Чем Дальше Тем Хуже Со Мною Тем Грешнее Вот Мне Даже Кажется Что Я Раньше Лучше Был То Теперь Уже Нет Не Могу Сказать Что Я Стал Как-то Лучше Спокойнее Переношу И Все Но Внутреннее Допустим Спокойствие На Что-то Реагировал Раньше Бурно Или Как Допустим Не Не Было Для Мне Характерно Я В общем По Характер Флезматичный Несколько И Таковым Был Петр И Докресенья После Бурный Я Таким Ж Остался Каким Был И Остался Чувствую Грешник Да Я Грешник И Я Знаю Что Мне Господь Прощает А То Что Я Лучше Не Ну И Хотел Спросить Немножко Еще Такое Как будто Дело Не Относится Ваш Рост Какой М М А вес 61-62 Колебец Вот Когда Все Батюшки Будут Примерно В это По-моему Сильно Свинется Смерть Ну У меня Батюшки Вет 67-69 Именно В этот Период Семинистов От 1 Мая До 14 Декабря 77 Года Сброшен Был Этот Вет А Каким Путем А Посту Вот Смотрите Говорят Не Почитают Мощи Некоторых Батюшков Как Наши Мощи Живые Православные Не Почитать Смотрите Как Просто Тут Мы об этом Не говорим Потому что О многом Не говорил Одно Из Очень Сильных Действий На меня Было Сертуля На Писании О Воздержании Целой Мудрии Посте Он Очень Строг Был Даже Церковь Считает Что В некоторых Вопросах Был Людмир На По-моему Танистический Строг Отрицал Вообще Второй Брак Например Но На меня Эти Писания Тогда Произвели Очень Сильное Действие Тогда Я Например Впервые Понял Что Значит Смирять И Порабощать Тело Апостол Павел Пишет Чтобы Другим Проповеду Самому Не казаться Сужденным Смирять Порабощать Тело Когда Я Спросил Брат Одного Минонита Как Это Понять Ну Мы Говорим Тоже Ну Как Мороженое Не кушать Ну Даже Как Немножко Смешно То Там Действительно Нет Понятия Как Это Ну Я Говорю Ну Как Смирять Тело Что Значит Смирять Ну Все Таки Вот Мороженое Не кушать Смирительную Рубашку А Здесь До Меня Дошло Что Значит Воздержание Причем Ну Оправдывать Или Не Оправдывать Это Другой Вопрос Я Жил У Братов В семье Которой Никаких Постов Не Было Внешне Я Никого Поста Не Соблюдал Ну Вот Хотя Бы По Килограммам Это То 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 Мясо Старался Всячески Избегать Потом Когда Стал Сумечательно Полностью Бросил Это Вот А Тогда Ну Вот Так Воздерживался Сидел За И Солом Но Воздерживался В количестве Как То И В самом Отношении Тут Главное Даже Именно Отношение Если Раньше Кушаешь И Смакуешь То Что Кушаешь А Если То Со Смакованием Мне кажется Одинаково Съе Одному Важно Не Только Количество Но И Отношение И Даже Оно В первую Очередь Важно Ведь Ковцы Это Установлены Не Для Того Чтобы Мы Меньше Ели А Для Того Чтобы Изменилось Наше Отношение К Сему Эту Ну Вот Сейчас Сколько Времене Прошло А У У Мне Бывает Иногда Новая люди. А вот вы старое свое впечатление помните, когда первый раз пришли, какие-то у нас правила за словом, вас вытащили буквально из чашки, что наклоняться нельзя. Вот эта вот мелочность, за что отец Дмитриев меня говорит, что ты комара отцеживаешь и букву убивает. Вас тогда это не отцепило, не смутило? Это притягивало. Потому что я видел, что здесь во всем христианин должен быть христианином. Не то, что есть какая-то сфера религии и какая-то иная сфера. То есть, что вся сфера жизни человеческой должна быть поглощена в религию. И то, что даже то, как держишь ложку, как ешь, как сморкаешься, как ходишь, как поход, все, все должно быть во Христе, в Боге. Все. И поэтому это наоборот. То есть, я видел, что это то, что и надо. В общем, без сопротивления практически все воспринимать. Вот образец как по-разному люди на это реагируют. И них это смущает и говорят, ну это просто одно фарисейство и что-то тут совсем не то. Нет, это было мною воспринято сразу и по сей день на том стою. Так, ну вопрос интересует другой. После крещения, после обращения к Богу, я лично считаю, что вопрос женитьбы самый главный. У вас не возникала мысль такая, что вы должны остаться одни, чтобы быть верным Господу, не заботиться о мирском. Как вы пришли к вопросу женитьбы? Почему именно решили, что вы семейный больше поезда принесете или как? О том, что вы решали в будущем православии этот момент? Нет. Еще раньше, еще когда я сидел в библиотеке и прочитал Тертуляна, то для меня открылось нечто совершенно новое. Но это уже характер идет скорее даже не свидетельство об обращении, уже истоя. Вот теперь уже обращение мы услышали, как? В этом вопросе, в опросе целомудрия, внешне я был сохранен. Ну внешне, я не стал в блуд, ничего. Это у нас было очень строгое воспитание именно на месте, очень строгое. Ну а внутреннее воспитание не было там сказано за все годы, которые я там провел, никогда ничего, фактически. А целомудрые мысли, души, сердца, я не понимал этого, и я не был целомудрым. Внешне я сохранил, а внутри я был блудником и все остальное. В самом непосредственном смысле слова. Все, и воображение было, и все было. И вот, когда я прочитал Тертуляна, а потом других на эту тему, это, и раньше я чувствовал, что это, это меня тяготило, это меня мучило. Ну я же в грех не впал, я же ничего не сделал. А внутри все равно скверно это ощущается. И вот, Тертуляна учил меня в воздержании и в пище, и в этом. И тогда я, дерзко, наверное, так и нельзя говорить, но по крайней мере постарался возлюбить целую мудрую. и примерно год считаю, что был монахом. В каком смысле? Что именно жил или старался жить внутри вот так. И вот то, все, что было, оно вдруг отпало еще до крещения. Вот после чтения этой книги. Отпало. Во-первых, впервые мне это назвали ясно, что это такое, а то я же все оправдывал, что в этом греха нет. А когда тут все ясно, четко написано, и вот что такое целомудрие, потому что его нету ни на нифте, ни в бакизме, ни в сектанстве. Они об этом ничего не понимают. И вот это совершенно внутренно все изменило. Ну а вопрос о жених Беон возник. Советовался, поехали с кем вы, может, с родителями? Вот. С родителями я не советовался. То есть это не пример для подражания. Почему не советовался? Потому что у нас в семье после крещения произошло очень тяжелое отношение. Фактически полный разрыв внутренний, не внешний. Внешний самое лучшее отношение, самая мягкая подушка и все-все-все-все теперь внешне. Потому что и те верующие, и этот, и все. Но чем-то и болезненнее все произошло. Что раньше у нас с матерью было такое глубокое взаимопонимание единства и с другими, и с братьями, и все. А теперь это было нарушено, и это было пережито очень болезненно. И, конечно, в семье все было очень тяжело, и по сей день очень тяжело. Вот. Не советовался с ними. Но даже нигде сказал и попросил благословения. Отец благословил. Это было. Но, так сказать, советовался, потому что какой мог быть совет? Могли ли они мне посоветовать взять православные? Не могли. Могли ли они мне посоветовать взять мне на них, если я уж там отлучен? Тоже не могли. Я и не советую. Ну а как решили? Все самостоятельно или кому-то все-таки открывали? Нет, тут определяющую роль сыграл духовный отец Александр, у которого я был, и который мне сказал, что жениться, и на ком даже сказал. Ну тут выбирать, собственно, для меня и не было вопроса. Для меня было или не жениться и стать монахом, или если жениться, то человек был определен. Тут выборов у меня никаких не было, вот, чтобы на том или на другом человеке. Вот. Ну и советовался с вами тоже. А что я вам сказал, как помните жениться? Если принимать сам. А если не принимать, то не жениться. Так и сказали. И сказали принимать сам. А причину не помните какие в этом? Нет, вы не сильно объясняли. Сказали, что сильно соблазнительны или еще что-то. Эти батюшки сани без матушки не очень-то вы распространялись. Матушка защитна. А то соблазн не клевет. Но это, наверное, не безуслование. Так, ну вот теперь матушку спросим. Вот когда она узнала, что брат делает ей предложение, ты догадывалась, какие тяготы тебе придется нести? И что роль твоя в основном будет, в том и заключается, что быть помощницей и быть в послушании в дальнейшем, чем церковь Христу? Догадываюсь. Ну, думала о том, что надо быть в послушании. Так, вообще-то так слышала в послушаниях все. У нас прошло время такого уже сколько вы висе? Больше года? Или больше в 7-9-ом. Кто-то тут сейчас бегает уже. Молодает. Ну, как матушка, думаю, что роль, которую все-таки решилась взять на себя, желание есть дальше его нести? О, заповеди Господи, а не по собственному велению. Пожелание дает сыну, чтобы без Божьей помощи вообще ничего невозможно сделать. И в этом отношении без молитвы, конечно, и без прилагания усилий в молитве очень трудно. И если человек не будет полагаться на Господа, а только на свои силы, на свои чисто такие внешние чувства, вообще особенно, если на чувство только полагаться, то это абсолютный обман. Потому что просто если сказать, ну, люблю этого человека и смогу по этому сделать, это невозможно. то есть, а главное, что препятствует исполнить то, что назначено, быть ищенно помощницей в деле Господнем. то есть, матушка вообще, она должна, конечно, беспрекословно слушаться батюшку, даже когда ей это непонятно. Вот почему ну, вот так вот, а это нам это трудно, потому что мы, женщины, требуем к себе внимания, ласки, хотим, чтобы с нашими чувствами совсем считались, вот, поэтому здесь приходится очень много преодолевать. А батюшка практически, он иногда бывает особенно вот сейчас, я его почти не вижу. А если даже вижу, я его только вижу в другой комнате, склоненном за тетрадками, за книгами и практически даже иногда думаешь, что он не для тебя, а он собственно вот для людей, для книг, для всего. Да. Вот, и тут на этом сатана очень легко может играть, поэтому надо быть в состоянии бодрости. Батюшка, вот вопрос еще тогда к вам. Вы получили при рождении имя, как вам было правильно? Генрих. А потом? Генрих по-немецки. Первое мое имя, а в крещении Геннадий. А это по схожести имя назвали? Да. Это отец Александр. Он меня не спрашивал. Я не выбирал этого. А это имя он мне нарек, я его не выбирал. Так же, как и первое. И вот прошло сколько времени вы в православии. Что более всего вас сегодня смущает в православии? То есть вы в чем-то конечно не можете сказать, что все, что есть сегодня, все именно так и нравится и против чего не нужно бороться, прилагать усилия, только соглашаться, одобрять и утверждать, на все ставить крепкую печать. Что более всего вас смущает в том, что окружает вас в православии? В самом православии меня не смущает ничего. Оно для меня свято и истинно. Вот. И это, слава Богу, было от начала по сей день, и дай Бог, до веки. Вот. А то, что практически окружает, то тут, конечно, живые люди, живые проблемы, которые надо решать. в наше время, конечно, вот для меня лично, что трудно воспринимается, и вот о чем как-то особенно, это расхождение вот в практике с церковными канонами, даже с некоторыми положениями Писания. Практически. В практике крещения, в практике исповеди, в практике даже той же торговли, которой уже много было говорено. то есть, вот такие вопросы очень трудны. Особенно для меня, как для священника, теперь, конечно, трудны вопросы в совершении таинств. Что бывает такое, но тут уже или Богу приходится доверяться, или иначе надо это объяснять, слабоволе, или еще что-то, не знаю. Вот видишь, вот видишь, что человек, например, не готов к крещению. по канону он его не должен крестить, а крестить. Вот такое, например. И главное, что интересно, после этого именно бывает чувство, что сделал правильно. Прямо совсем православный стал. Вот. Вот такое бывает, да-да. вот уже в форме крещения, конечно, тут никогда не бывает чувства, что сделал правильно, когда неполным погружением. Тут не бывает чувства. Тут знаешь, что правильно, это полно. А куда деть то научение, которое вы впитали от благочестивой матери своей, о том, как нужно тщательно готовить? Никуда его девать не надо, его надо делать. А теперь сравните, как крестят у тех же минонитов, баптистов, как подготавливают, и каких вы крестите? Из ваших тысячи крещаевых, они одного бы не согласились даже крестить. Здесь есть, во-первых, конечно, разница в самом крещении, поскольку там человек спасен без крещения, а крещение есть акт принятия в организации, в организации. Вот даже, например, когда меня отлучили, мне уточнил еще специально один старый проповедник, мы отлучаем тебя не от тела Христова, а из нашей карагандинской минонитской общины, как из организации, а не от тела Христова. Это вот даже такое уточнение было. Поскольку для них крещение не играет этой роли, а это есть принятие в организацию, то там такое отношение легко возможно. В православии, когда мы знаем, что человек некрещённый не спасается, что он во грехах и без прощения грехов, тут вопрос иначе. Тут бывает такое, что если человек верит, вот я, например, как лично, ну, чего на моём опыте говорить, его практически ещё и нет, но вот из того полторы месяца. Всех, конечно, спрашиваю, веруют ли они, не обманывают ли, и прочее, то есть, беседу провожу всегда. Вот. и если они говорят, что верим в Бога, то крещут. Двенадцати доснимаются. Вы же видите, что они лукавые стоят, не верят, ничего, ведь ни один баптист не крестить бы их не стал. Не стал бы. Не стал бы. Многих не стал бы. Да, ему надо сегодня покрестить, а причины, вы знаете, различные, но только не те, какие должны быть. Никакого рождения здесь нет. Вы мёртвые трупы погружаете и неизвестно, какие вытаскиваете. А возьмите с причастием. Зато он, говорит, тело согласен отдать на сидение сам, ниже тело Господне недостойным. А вы знаете, что эти люди от него прёт табаком, крашеные, неверующие идут, и вы их защищаете. Если мы у дверей стоим и изнываем от этой скорби, вы-то что должны там чувствовать? Нет, вот ли исповеди, я ещё никого не допустил крашенных к исповеди, ни одну пока что. И та, которая бы не испокаилась в грехах и которая бы не сказала, что она грешна, что она признаёт всё это и кается, и что я ещё ни одну не допустил такую. Поэтому к причастию. Бывает, что к причастию и половина не допустит. А где-нибудь в тайниках души у вас было хоть одна же сомнение, что тут приняли это православие, а здесь вас встречают всё-таки не кренделями, а бухом часто по голове. Да вот этот немец, я слышал, оскорбления бывали именно по этой части. Было? Православие приняло действительно, скатертью дорожку не просилали и на каретах не катали. То есть, здесь пошла обказка другая, очень даже другая. Вот. вовсе здесь не приняли с радостью. Внутренне было так, ну как, проповедующий брат там. Вот он стал православным, это же достижение для православия. Это же даже хорошо. А здесь наоборот, ноль. Здесь пришлось перерождаться весь раз. Совершенно уже вином иное все. Сначала мне казалось, что мне не хватает Таинства Кресения, Мира Помаза. Продолжение следует...